Да, уважаемые друзья, здравствуйте. Я следственный Владимир Надирович, управляющий делами партии «Яблоко». Мы рады приветствовать вас у нас в партии «Яблоко», что вы пришли к встрече с Иваном Марковичем. Я бы хотел сделать небольшое, маленькое подступление для того, чтобы не мешать потом вашей работе и встрече. Видимо, по недоразумению или по незнанию закона о политических партиях Максим Крац в своем блоге написал вещи, связанные со сбором наличных денежных средств. Я хочу вас попросить, чтобы в партии «Яблоко» в Псковском океанальном отделении и лично у Ивана Марковича впоследствии не было проблем с малыми органами, с проверяющими органами и так далее. У меня просьба воздержаться от этого процесса здесь. Я объясню, почему. Потому что наличные денежные средства по закону политической партии могут сдаваться только в кассу регионального отделения политических партий. Касса регионального отделения Псковского регионального отделения находится в городе Пскове. Закон о том, что, к сожалению, в том, что обращается многим политическим партиям, исходит срок некоторым кандидатам и так далее. Исходит срок политической партии «Яблоко». И лично к композиционным нашим кандидатам, которые пойдут на выбор. Есть другие законные способы, чтобы помочь процессу работе регионального отделения Псковского. Это перевод денежных средств на расчетный счет Псковского регионального отделения. Все реквизиты есть на сайте Псковского регионального отделения. Там есть точная инструкция, как и что делать. Потому что закон, опять же, будет создан для того, чтобы денежные средства в меньшей степени могли попасть на счета для нас в отделении партии. В связи с этим, у меня просьба, кто будет жертвовать средства, быть очень внимательным при заполнении расчета. Потому что в 50% из 100 кредитных организаций, Сбербанк и многие банки не полностью заполняют сведения о жертву. И политическим партиям в лучшем случае при заполнении фамилии, неотчества и адреса места жительства мы можем направить деньги обратно. В лучшем случае денежные средства будут переводиться в бюджет Псковской области. Понимаете, в чем дело? В связи с этим, еще раз хочу повториться, чтобы никаких воздержаться каких-либо вещей, связанных с спором наличных и денежных средств. Спасибо. А скажите, пожалуйста, как лучше? Я не одна такая. Есть люди, которые склонны помочь Нику Марковичу лично. И вот у него есть газета Псковская губерния. Будет ли пользу, если перечислить? Я отвечу на это. Я думаю, что он ответит на этот вопрос, как еще возможно. Да, я еще раз повторюсь, есть расчетные счета. Самый спокойный, чистый, простой способ – это перевод на расчетные счета. Потому что в парте «Яблоко», так как введен аудит для политических партий, то с 1 января 2016 года все политические партии, у кого объем средств более 60 миллионов, или кто получает государственное финансирование, подлежит аудиту. Что это такое аудит, понимание наших органов власти для политических партий, мы не знаем. Потому что мы с этим не сталкивались еще. Каким образом это будет происходить, и кто будет этим заниматься. То ли счетная палата, то ли какие-то специальные аудиторы. Каким образом это будет происходить, мы сами не знаем. Поэтому мы всегда просим, чтобы все были… Да, и еще раз для того, чтобы наши средства не пропали в бюджет Российской Федерации и в Украинской области. Потому что наша ежедневная работа с жертвами, она приводит к тому, что мы ищем людей и просим, чтобы деньги их не потерялись. Но мы не все можем, потому что не все данные указываются. Это мое предупредение. Спасибо большое за внимание. А где это можно точно? Расчетный счет, от кого? Значит, есть Лев Маркович, я думаю, еще раз расскажет. Значит, у нас есть сайт партии Яблока, есть сайт региональных отделений. Мы вам все покажем. Да, все это покажется, все расскажется, вы все это увидите. Поэтому просьба с пониманием к этому подойти. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы с ним будете немножко? Я не могу. Все-таки давайте с ним. У меня есть только большая просьба к коллегам. В соседней комнате я знаю весь стакан воды. Можно просить стакан воды? Он может пригодить. Спасибо большое. Знаете, я думал, как начать нашу встречу. Еще сегодня утром у меня были разные варианты. Теперь у меня только один вариант. Я сегодня весь день удивляюсь. Притом удивляюсь вот до всей минуты, потому что я не знаю, что произошло в российском государстве. И, может быть, в разных его частях. Возможно, вы читали и слышали сегодня возбуждено уголовное дело о корествах акции из Борской крепости. Недавно, как в мае 2013 года, я написал это уголовное дело в 50 тысячах знаков, которые публиковал в «Газеть Пусковской губернии». Там все было готово. Нужно было сшить, переплести, вынести опьянительное заключение и отправить в суд. И в течение двух лет, девяти месяцев ничего не происходило. И сегодня меня, можно сказать, разорвали на маленькие кусочки. Звонками все СМИ, включая государство, потому что меня очень скрежно. Я поначалу подумал, что у нас сменилась власть в России. Потому что стали заниматься людьми, которые мало того, что разворовали только в Псковской области около миллиардов рублей, это очень большие деньги на наследие, они при этом безвечивили уникальные объекты культурного наследия. Деньги восстановимы, а культуры не восстановимы. То есть если уничтожен объект культурного наследия, его невозможно спать. Ближе к вечеру стали раздавать звонки с вопросами, как вы думаете, что за этим стоит. То есть все пытаются понять огромное вам спасибо. Что произошло? Вот раньше, в последние годы, в этих случаях говорили, что-то в лесу сдохло. Я пытаюсь понять, что сдохло в этом тюрьмичем лесу для того, чтобы взялись за пестоваску. Я вам коротко расскажу, что это было. Потому что это на самом деле вещь, с которой боролись еще многие люди. И мы ничего не могли сделать с 2012 года. То есть мы начали эту борьбу весной 2012 года. И вот сейчас она во что-то превращается еще не понятно на что. Есть Министерство культуры в Российской Федерации. Люди, относящиеся к культуре, очень приятно восприняли это как личное оскорбление, и некоторые кадровые назначения в этом министерстве. В том числе самое главное. Решили, что президент перепутал Министерство культуры с Министерством пропаганды. Некоторые думали, что перепутал Министерство культуры с Министерством. Но есть разные версии, с чем это происходит в этом министерстве. И около этого министерства было создано общество с ограниченной ответственностью под названием «Торги и консалтики». Это общество официально было назначено уполномоченным органом министерства по проведению государственных торгов. Через него прошли сотни миллиардов рублей на реставрацию объекта с культурного населения. Ставка от кадров составляла 32%. Не 2%, а 32%. И это происходило со всеми работами, даже с самыми маленькими. Эта организация занималась очень специфически людьми, имена которых известно. И так случилось, что Исборск пришла в своей реставрации с советского времени. Эта уникальная крепость, построенная в совещании в 1330 году, я как историк оборудованного зодчества, при виде Исборска и упоминаний у меня сразу все вспоминается. Исборска – это одно из мест воскликновений российской государственности, потому что действительно существовавший князь Труба, один из трех варежеских князей, не он дал основание княжескому царскому роду, это был все-таки Рюль, но тем не менее, Труба его обратно обратно к княжем Возгрусска. И сначала княжем на маленьком городище, а потом Пскевичи пришли, и, как писали тогда в летописи, перенесли город. Был такой посланник Шилова. Вот взяли и всем городом построили новый город, это 35 лет в Трубске. И там сказочные красоты крепости. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь из вас там был. Если не были, все равно съездите, потому что я продолжу ездить не могу, потому что не могу это видеть. И еще в конце советского времени был сделан проект реставрацией Возгрусской крепости. А она до конца никогда не была исследована. Особенность реставрации в том, что когда вы расследуете памятник архитектуры, вы его раскрываете в момент реставрации. И там могут быть чудеса. То есть была стенка 19-го века, которая укрепляла стенку 17-го века. А за стенки 17-го века 16-го, а за 16-е и 14-е, там мама дорогая, она, оказывается, была такой, как невозможно было представить. Фотографии нет, кино нет, фейсбука нет. Узнать нет. Это очень ропатливая работа. Нормативный срок реставрации Возгрусской крепости 4 года. По нормативам Министерство культуры предложило перевести реставрацию за 6 месяцев. Включает исследование. На это выделили 297 миллионов рублей. Была организация Пскосов. Реставрационная мастерская. Она украдила в 60-е годы, когда великие пскосовские реставрации, разрешая ее помощь из Пекальского, основали эту культурную традицию реставрации объектов Псковного монастыря. Пскову вообще очень сильно повезло, из-за того, что были великие Эс, Пекальский, Скобельцын, Смирнов, Семенов. Все начали с наиски. Есть ли это фамилия? Нет? Может, и гарантий. Они отстаняли половину исторического Пскова. В период Распекта Пскове было до 90 храмов. У нас сегодня 40. Ни в одном городе столько не сохранил. Они защищали каждый камень. И они основали эту мастерскую культуру. И потом она стала отдельной организацией. И она, как это у нас говорят, возилась в изборство. Пока ушла под два пострей. Что-то делала. И она заявилась на этот конкурс. Приезжает женщина из мастерской культуры, встречается с директором и сообщает. Вы получите эти 300 миллионов. Но вы должны в Москве к станции метро привезти двою штампу. Два миллиона голов. В то время это было 60 миллионов рублей. Наличные. Организация начала эти работы за код для юбилея из Москвы. Долг, критика. Потому что заставил выбран. Это все написано в статье лицензионных из Москвы. И муж сказал. Да слушайте, у меня нет денег. Мне нечего привезти. Мы просто не справимся с вами. И дал понять, что он не может. Когда сказочным образом в последний день конкурса появляется организация ЗАУ Палустрой из города Петербурга. Это наша северная пиберна. Бывшая деревня, стоящая на Росковских костях. Ну вот стала большой деревней. В последний день подает документы и оказывается единственным победителем конкурса. Потому что якобы в нашей реструкционной мастерской не было лицензии на реструкционную деятельность. Потому что она всю жизнь не ездила. Я могу сказать, правда заключается в том, что этой лицензии не было ни у кого. Потому что Росокровная культура в тот период входила в состав Министерства культуры, шла переорганизация, и до конца мая лицензии не выдавались никому. Именно в это время провели государственный конкурс. То есть организация ООО «Таркей-Конслатин» именно в это время распределила эти использования. Учитывая, что компания Палустрой не занимается мелочевкой. Для нее использование – это мелочевка. 300 миллионов рублей. Это спичка. Она потребовала довести работу до миллиарда. Эта организация предложила реставрацию Псковского грамматического театра на 500 миллионов футболиста. Это закончилось миллиардами двумя стами миллиардов. Все крабы из Борска, Сталина и Кольский Собор, Новый Никольский Собор, все публические усадьбы из Борска. В сумме получилось 100 миллиардов. Она выиграла 7 кодеков. И за 6 месяцев они уничтожили все. Мы писали в прокуратуру, по каждому эпизоду, их машины ездили по культурным условиям. А там каменисты почвы, культурный слой 11-го века, 50-го века находится на расстоянии 30 см от дневной поверхности. Это не 4 метра или 5, которые в Пскове и в Новгороде, там, где приветственные слоги. Это вот, вот, ты проехал в Большинском автомобиле, ты раздавил страву 11-й и 50-й век, в наш случай. Ничего не помогало. Проверка установила, что были снесены дома, конца 19-го, начало 20-го века, что-то там не происходило. Какие-то странные материалы используются при работе. В старнем польском храме он зателил после реставрации, потому что раствор делается на дистиллированной воде. В приятное время кипятили раствор, чтобы он не затверл. Что сделали эти друзья? Они спустили от Градищинского озера, бедрами направили воды и сделали раствор. И через год храм был дистиллион. То есть все водоросли вылезли. А это реальная церковь, которая стояла на этом месте, начиная с 10-го века. Ее перестраивали, неизвестно сколько раз можно отбываться, но она стоит на том месте, где ее видел самбур. В общем, это был сущий кошмар. В итоге к Новому году они одели крепость в пластик и ходили по лесам, которых никто не видел. Там приезжали какие-то бандиты, брали нарушенные деньги, исчезали. Откуда-то приезжали из других республик, получали аванс, исчезали. Чтобы научить каменщика работать с камнем, нужно 4-5 лет, чтобы он работал так, как работали в средневековье. Здесь приезжали люди, которые с вами сарайка с кирпичами строили ничего. И в общем, у нас ничего не получало. Когда эти люди сбежали, приехал министр культуры, самый главный начальник пращищника, и сказал, Лепа, хорошая реставрация. Ему катили акты ведущих специалистов из Москвы, Петербурга, Ноткоро-Тускова, что это кошмар, что это преступление. Он в ответ написал, что все качество работ призвано высоко. Учитывая, что было огромное количество обращений, нечаянно приехала черная палата. А эти люди были на сходу самоуверенными, что они не почистили никакие документы. У них не было вообще документов за расходование 60 миллионов рублей. То есть никаких. Деньги нет, и документов нет. Соответственно, эти деньги были зафиксированы, акт счет был палат на 37 листах был отдан во все годы, и наступило полный решение. Мы два года били, за зубшим иммунитом. Оно даже по каким-нибудь эпизодам очень многое. Было возбуждено. Куча людей дало показания. Все было установлено. Я говорил с одним исследователем, который этим занимался. Он был не мсковский. Он приехал к искать номерат. Он все установил. Все. В ту минуту, когда он всю схему устроил, его отстранили от везения. В общем, эта история длилась до сегодняшнего дня, пока сегодня тут выяснилось, что преемника того замминистра Черепенникова и там еще была вот в чем ситуация. Когда было понятно, стало ясно, что государство выделили деньги на испорство не в 11-м году, а в 12-м, то есть год юбилея. Самое страшное было это самый юбилей. Его отвечали, это принято с Куликовской битвой 8-го сентября. Какое отношение к Куликовской битве имеет этот способ, никто не может объяснить. Ну, так случилось. Красивая дата. Там что-то где-то, кто-то с кем-то постоял. Здесь вроде как тоже наши люди. Все совпало. А работа были началась в конце мая. То есть это даже не 6 месяцев. И те компании, которых заставили в решении губернатора в долг за счет собственных средств, за счет денег, банковских кредитов, начать работы в 11-м году, им всем сказали, простите, вы не выиграли конкурс. Как мы не выиграли конкурс? Они же все участвовали, и они все проиграли. Они все оказались на крайнем контроле. В одночасье. И тогда из Москвы приехали в Пуску бандиты вместе с Зами и они с другом Черепенниковым. И вот этим оба три поросенка и какой-то Аркин Консалтин. И вместе с этим был строим изместер Бурга. И с теми входит Крышевал. И я просто помню этот момент. В этом же Заме проходило заседание одной из совпадательных комиссий по бюджетам, где я участвовал в депутатах областного собрания. Мы выходим из Замы и через 15 минут совещали по изборству. Я вижу перед собой лица, которых я не видел с начала 90-х годов нигде. Они стоят в Псковском доме Совета, в ходах дал заседание и, как это у них говорится, перетекают свое. Это было сфотографировано. Эту фотосессию мы храним в отдельном месте. Уже когда нам стало понятно, что это губернатор, когда увидел эту схему, он не пришел на это совещание, он спросил. Он не пошел на совещание с участием замедлили структуру и послал замководителя на трон испугаться, видя перед собой эти люди. А с благотворным страшные вещи происходили. У них два человека убитые из руководителя в Псковском и они просто исчезали. У них послужен список ФСО. Это более силовые структуры. У них на сайте были какие-то объекты обозначены, что сайт должен был всех распроизвить, всех не подходить к нам. Мы это что случилось в лесу, я не знаю. Но когда сегодня преемника черепейка господина Пермумова, который тоже приезжал в Восборск, и обошел его весь, и сказал, что это замечательно, старается, он вообще специалист в туризме. Ему показали, он сказал, что туристы должны толпами ехать в Восборск, не едут, особенно те, кто видит что произошло. его основание в Ростове, если вы его преемнили в Москву, если вы не будут военки в Москве, в Петербурге, в ФСКОЛе, и никто не может понять, что случилось. Все спрашивают, вы знаете, кто? Официально это ФСБ занимался. А кто в ФСБ? То есть там что же пошли, что же разли? Никто не может понять, что случилось. А ведь там после этого был Новодевичий монастырь, Родица Сергия Веланг, Москва в Кронштаде. Там перечень объектов битлона наследия вот сплошные звезды, абсолютно зубного всей мускультуры. И в общем, вот сегодня я сам в недоумении звонят всех, включая совершенно желтые каналы, то есть те, кто показывает только что-то особенное. Их всех стало интересовать битлоны наследия в Исборске. Они все спрашивают, вот мы все прочитали, что вы написали три года назад, как вы думаете, почему тогда ничего не случилось, а сегодня возбуждено дело. Так уж значит, что подключилось? А вы не знаете что? Нет, я не знаю. В общем, сегодня весь день прошел под знаменем из Борска. Вот просто весь день, начиная с девяти утра, и вот я сегодня ехал сюда, и уже я отдал телефон коллегу, чтобы я его уже не касался, чтобы никто не звонил. Наверное, есть что-то символическое в том, что это случилось сегодня, потому что все остальное, что у нас происходит в Кустовбурге, оно происходит примерно так же, только об этом никто не знает. Это все то же самое. я могу привести пример совершенно диаметрального предположения, которого не знает никто. Тоже вот из Рома Тверской. Мне приходилось много ездить по сельским поселениям, общаться с сельскими депутатами, писать письма, объясняющие права, потому что им этого не разъясняют, показывать помощь, чтобы не укреплять сельские поселения, потому что если из трех поселений делают одно, то все остальное умирать. И спустя несколько месяцев после этих убийств звонит женщине. Вот здесь такой рабоческий район, кто помнит историю, рабочая 5 лет была столицей Псковской губернии. Это был губернанский фонд, там даже осталось несколько зданий губернанского перерыва, на главную площадь. А сейчас это очень печальная место между сколом и нервом. Валене женщины и плачут. Знаете, я стоял. У меня орден Тордомово и Красное Знамение. Этот орден никогда не давали за просто так. Это давали царя и тут. Она всю жизнь провела на ферме. Ферма это в крем расстать, в четыре уже донька, потом дневная, потом печальная, потом чисто спать в течение дня полноценно невозможно. Мне дешевое состояние с дороги, ее плюс по всему диабету. И ей отказали бесплатную инсулину. А у нее персия, пенсия при уводении Тордомово и Красного Знамени меньше шести тысяч. Соответственно, все, она не может купить и Красный. А ведь мне отказали врачи, районные больницы. Я понимаю, что это не так. Это было, я помню, в декабре 2014 года. Я тоже был в Москве в этот момент. А когда предупрещаются с личными вопросами, иногда лучше не писать запросы официально на бланке, лучше позвонить в декабре и спросить. Вы там ничего? У вас нет никакого притая речи. Все нормально, так должно быть. Я позвонил одному, на самом деле, очень поличным чиновнику, женщине, областной медицидравоохранения. Вот так и так. Пожалуйста, отточните ситуацию. Вот исходная информация. Женщина, ветеран, инвалид в 2-й доме, кавалер в 2-й доме, сельский депутат, прошу прощения, от Единой России, нет, я плохо. Вот, пожалуйста, уточните, что произошло. К обосновании ей отказание. Она явно малообеспечена, но у нее нет дохода, позволяющих покупать лекарства. Выяснилось все просто. Врачам было данного куслиного указания, что бесплатно насуществует только дети. Только дети. А в слостном выписывали. Обычная церковь, по себе покупают. Кто-то сможет, кто-то не сможет. Кто-то купит, тот купит. А это, дядя, это же образ жизни. Оказывается, есть комиссия из той самой районной Малицы, которая должна рассмотреть каждую врачную 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 и вынести официальное медицинское заключение. Показаны бесплатные лекарства? Их не показывают. Врача еще не проводят комиссию. Просто отказывают. После звонка они проведут комиссию, безусловно убедились, что она имеет полное право на любви. Она получила эту льготу. Она не верила, если оба счасть. Я, по-моему, первый раз рассказываю, просто потому, что часто просят объяснить, с чему вообще состоит политическая депутатская работа. Она из политики состоит на 10%. Это десятина. То есть, когда выходит господин губернатор, на сессию отчитывает от исполнения бюджета, и я понимаю, что по всем цифрам понятно, что из 24 миллиардов минимум 3 миллиарда большой красный знак вопроса. Минимум. Все остальное это вот такие эпизоды. более известные как сброс и совсем неизвестно сказать несчастные женщины. И ужас заключается в том, что им некому обратиться у себя рядом. Из ее деревни до бочки 15 километров. Никого нет рядом. Это районный центр. Там живут люди, дома, власть, районы, депутаты, глава района избранные имиджи. Вот это полное разрыв отношений между людьми и властью это на самом деле остров. Это вести. Вот за четыре неполного года я работал депутатом три года семь месяцев, пока не случился сентября минувшего года. Сейчас проверим. Все-таки нет, надо посчитать точно. На сентябре до декабря три года девять месяцев я работал депутатом. У меня было написано свыше пятисот я сейчас не скажу вам точную цифру, наверное, ближе к шести самому, депутатских запросов. Какова общая эффективность? 15% это безусловный плюс. То есть удается добиться того, чем 6-я часть. Примерно 30-35% частично. То есть нужно найти деньги для трех, кроме электро диски сада. Нашли для одного. Ну, частичный результат. Два будут протекать, в один будут сухой коржи. И так далее. Нужно на какой-то ремонт постараться на то будет поджечь 5 миллионов. Выберите 3,5. Что делать с этим непонятно? Потому что будет материал худшего качества, работает, менее надежный. Но тем менее можем что-то делать. Вот такого примерно нет. Все остальное плохо. То есть примерно 55% запросов не завершают результаты. Потому что система иногда потому что объективно что-то не невозможно помочь. То есть можно вымять даже деньги сформировать. Но невозможно заставить государство сделать то, что нам нужно делать. И собственно говоря из этого состоит все. Я когда впервые в жизни платил 100 депутатов это был 96 лет. А когда в первую жизни выиграл выбор это был 2011. То есть спустя 15 лет. Это были по счету я один вас посчитал и больше не стал то ли 17 то ли 14 выбор. завершились результаты. И у меня были предположения мы все-таки законодательная деятельность законов проекта сейчас напишем принесем докажем все же разумные люди со всех народов его знала. Ну и собственно говоря я приступил к этому труду с вот такими можно сказать благими намерениями. Должен вам сказать что через год я понял что законодательная работа не имеет никакого смысла. Это ситуация в которой вы просто увеличиваете ваше поздравление законодательной. Возвращаясь в этом вопросе я особенно много делал предложения по бюджету до 100 на каждое чтение каждый год потому что бюджет это самый главный закон если за него не бороться и не пытаться что-то поменять то все остальное имеет маленький смысл но я фокусирую деятельность на двух вещах это публичное обозначение гражданских позиций там где это необходимо это бывает необходимо раз на 10 сессий но я потом слышу когда это нужно обязательно нужно и второе это обращение вопрос к людей и организации это занимает практически да спасибо большое мне слово напоминают я буду стараться придерживаться регламентом учитывая что я сейчас не депутат у меня свободное отношение к регламенту простите меня возможно еще буду я постараюсь сделать так чтобы все вы спросили и коллеги ответили на вопросы связанные с финансами я на самом деле завершу сейчас аккуратно вот эта работа занимает самое большое количество времени когда в 2014 году я готовился к выбору губернатора я сделал отчет депутата в законе написано депутат обязан рассчитываться перед народом написано написано и я имею право что депутат выделил списку я думаю как первая новая списка яблок и соответственно вся 590 тысяч избирателей сейчас заменюшим наше 550 все они за эти 4 года мы потеряли 40 тысяч избирателей один ребенок почти 10 процентов и я поехал с отчетами по району я звоню в школу здравствуйте я депутат какой-то мы долго перед вами отчитаться возьмите пожалуйста звоню в больницу звоню в детский садик еще где-то в районе 3-4 встреч я провел буквы стар встреч на которых было свыше 2 тысячи человек в суде по-моему в одном случае мне сказали что видели живого депутата до меня во всех остальных случаях это был первый отчет депутата который приехал гражданам из которых в любой аудитории за нас голосовало несколько человек мы получили официально 7% неофициально 11% за нас проголосовало по официальному 20,5 тысяч избирателей это много в городской области но я понемножку я ближай на аудитории где большинство людей либо не голосовали либо голосовали за других и для них отчет депутата стал откровением поначалу приходишь я чувствую аудиторию как согнание сейчас будет полет информации у меня была презентация красивая сновка со слайдами я листаю слайды показываю бюджет вы граждане вы знаете о том что бюджет в Московской области 45% денег это подоходный налог ваших денег где вы теряете вы получаете зарплату в школе вы себе сами платите 45% вашей зарплаты это ваши подоходные когда к вам приходит глава района районный депутат что угодно они получают ваши деньги выработают это вызывает у людей колоссальные 14-й год это было начало очень драматических и тропических событий учитывая что я был единственным депутатом областного собрания который предпоименном электронном голосовании проголосовав против сменения Конституции России об этом было сказано по всем голосным телеканалам было показано лицо народа с комментариями с фамилией все было обозначено вот люди меня спрашивали скажите а почему я спрашивал в зале есть украинцы а у нас все смешно почти всегда есть кто-то с украинцами украинцами я говорю вот сейчас будет война это еще не было войны это была весна 14-го года мы понимали что сейчас будет очень плохо дивизия обстояла наша дивизия сделала вот сейчас будет война между русскими и украинцами вы что будете делать вы следите пошли в новую не было ни одной встречи ни одной где тема Крыма была бы пара она вообще не обновляет ни в одном порядке ни в одном селе вот сейчас часто спорят нужно ли говорить избирательным про Крым что он не наш нужно потому что Крым это война нужно об этом говорить даже если люди не согласны если считают что это восстановление исторической справедливости историческая справедливость пожалуйста еще раз к району Московской области 15 тысяч людей с синими восстановлением 15 тысяч опять эти истории они хотят но нет даже возможности перевести вот выгод это часть Финляндии вот Карелия это Финляндия вот Калининград это совсем другое давайте вернемся к переделу хрониз мы к чему придем так и вот эти отчеты они показали насколько людям важно этот прямой разговор и это стоп перейти к нашим добровольным помощникам мы постоянно вот последняя еще одна ситуация это было впервые для меня это было бы как холодная вода помните декабрь 2012 года когда совершенно внезапно в ответ на Магнитского приняли антисиротский закон если честно это было на моих глазах потому что все казак-собрания которые проводили сессии в те буквально 6 или 7 дней между Госдумой и Советом мы попали у нас была внеочередная бюджетная сессия наше фиропопление накосячилось бюджетом и чтобы распределить бюджетные конфеты им нужно было вовремя провести внеочередную внеочередную и вот человек сам предупрежден врач заслуженный врач на этом месте даже не пошел до меня на самом деле было очень тяжело что есть это реально ближайшее в том что нужно делать переход сейчас мы сделаем выделяем инициативу глава комитета по социальной политике поддержать федеральный закон прошедший в думе три чтения то есть в него уже извести ни запятую ни возможно я спрашиваю вы изначально мы должны показать свою позицию гражданству гражданству чем ну дальше известная вопрос то что у нас произошло на сессии было только в Скорско-образном собрании у нас случилось нечаянное объединение четырех партий против Единерсии это был единственный раз когда мне получилось собрать в одну кучу коммунистов справедливую Жириновскую Россию Тяблока ни один депутат из этих фракций не проголосовал более того шесть депутатов Единерсии не голосовали мы провалили этот закон полтора часа это длилось потом был перерыв в сессиях в зал входит даже не ходит вбегает с бело-зеленым лицом губернатор он пошел сквозь зал вот если бы перед ним были бы какие-то двери он их прошибал бы лубом не обращая внимание что это здесь он собрал Дину в закрытом зале они до сих пор не рассказывают что они говорят то есть никто не знает их обещали казнничать траковать сжечь живые мятные детей отправить их в Африку и никогда не отпустить обратно никто не знает после этого один из депутатов заявил что у него неверно сработало к номеру вы не пишите что такое наше кнопки это на лодке рабочая мышка и там клавиши за и против размером примерно 5 на 10 сантиметров на мониторинге то есть можно попасть к кулаку если вы не попали мыши то попадете к кулаку я один сказал знаете я пара хруса я печально проголосовал не так и они переголосовали и им хватило два голоса но потом этот список это же электронное голосование все равно нечего это был список они бегали как они шумы то есть они спросили они проголосовали они голосовали они голосовали вот раз на 10 сессий а это было вообще одна за все 45 которые у меня были вот была такая ситуация в ходе нашей работы нам приходится общаться с людьми обращаться к ним за помощью это под точку его начало лет на день мы объясняем что мы живем проводим выходы общаемся ездим встречаемся за счет денег вообще политическая деятельность как я его понял уже старт заниматься серьезно очень дорогая вещь мне постоянно нужны деньги к сожалению и нам приходится обращаться с некоторыми просто у нас сейчас первая в нашей истории первая попытка поговорить не только о политике о регионе я отвечу на все ваши вопросы просто сейчас мы долг перебиться и дать слово Кате потому что нужно все поместить обращаемся к людям которые ниже не только не только но и а я надеюсь что мы не чужие для вас люди но и самый бедный с 11 регионов северо-западом официальности и у нас с этим сложно поэтому объяснив вам все тонкости законодательства которые мы детально уточнили сами для себя за последние двое суток ну фантастическим образом поговорить с вами и о денег в том числе поэтому дорогая Катя я извиняюсь я 35 минут 33 минут вот я даю вам микрофон и вы все скажете но все ответы на ваши вопросы я буду давать после выступления Кати то есть я не сбегаю только о денег то лучше говорить не самому а кому-то а вот рядом вот поэтому я даю микрофон вместе с деньгами здравствуйте меня зовут Екатерина Катюлина и я здесь собственно для того чтобы поговорить про деньги ну во-первых большое спасибо что вы пришли на эту встречу это первая такая публичная встреча оффлайн у которой есть цель сбора средств обычно это происходит все онлайн я быстренько расскажу о том как конкретно мы можем помочь с адресной бумагой и зачем мы здесь сегодня собрались в том числе конкретно конкретно в этот раз и затем расскажу как вы можете помочь прямо сейчас или например завтра вот то есть у нас встреча в общем-то вносит такой характер помощи и сбор средств зачем все это дело нужно здесь это необходимо в принципе все мы наверное долгое время я совершенно не знала на что существуют политики и каким образом они ведут свою собственную деятельность мне всегда казалось что политики живут в каком-то отдельном мире в котором все происходит бесплатно то есть газеты у них появляются бесплатно рекламы у них появляются бесплатно выделены каким-то определенным образом каналом коммуникации и все компании ведут точно так же когда я стала этим интересоваться более плотно я поняла что все совершенно не так и политикам как и любым другим людям для организации собственной деятельности для того чтобы обеспечивать свою проводить компании и избираться различные органы власти необходимы деньги и в принципе чем более прозрачное финансирование тем лучше отношение между политиком и его конкретной аудиторией здесь в Москве мы к сожалению никак не можем поддержать этого Марковича мы не можем за него проголосовать потому что все мы не живем в Скове единственный способ который мы можем ему помочь это помочь ему обеспечить ту деятельность которую он проводит в Скове и это очень важно чтобы какой-то независимый политик как Олег Маркович служит избрался и в этот раз в областное собрание Пскова и смог представлять государственную группу мы сейчас в Роскове это не получится это уже следующее да чтобы он сбрался в Псковское областное собрание и мог дальше защищать интересы тех людей о которых он говорил чтобы людям которые там находятся было самообратиться было бы прийти и чтобы мы в том числе чувствовали большую связь между независимым политиком и двумя шлостовиком и нами теми интересы чьим он тоже представляет в том числе Псковской губернии вот в общем я немного избивчиво говорю потому что я немножко волнуюсь у нас сейчас по тем шагам которые вы можете сделать первым образом мы сейчас собираем средства на выпуск газеты Псковской губернии нет гражданин гражданин хорошо выпуск газеты гражданин для того чтобы она во время предкомпании то еще запуска избирательной кампании попала во все ящики в Псковской области и чтобы люди узнали о той деятельности о которой возможно вы слышали о той деятельности либо шлословиком либо о той деятельности которую вы тоже не знаете но о которой им тоже нужно услышать потому что они знают что происходит всю область и в том hacer открытие про то что они являются работодателями на самом деле власти и чтобы Олег Маркович им было возможность защищать их интересы и дальше нам нужно собрать во Dannte около 400 тысяч рублей для новых слов Для города Пскова. Естественно, чем больше, чем лучше. И здесь в настоящий момент мы вот считали, что взошло сюда 51 человек. И мы просим вас пожертвовать ту сумму, которая вам кажется правильной для этой активности. Что мы для этого сделаем? Во-первых, мы во время встречи, когда Лев Маркович будет рассказывать дальше про те дела, которые ему удовольствие сделать и отвечать на ваши вопросы, раздадим вам инструкции о том, как это можно сделать через онлайн-банк. Второй вопрос. Вы можете подойти к нашим прекрасным помощникам, которые сидят в конце зала, и зайти прямо из компьютеров во время этой встречи и пожертвовать ту сумму, которую вы считаете нужной. Не думайте, что это так просто. В действительности очень важно заполнить все графы правильно. Я делаю это много раз на разных избирательных компаниях. И этот кондрессинг мы достаточно серьезно осложнем тем, что нужно вполне определенным образом исполнять это поле назначения протяжа, иначе этим минимумом, в принципе, нельзя воспользоваться. Вот. И третий способ. Если, предположим, вы решили, что вы найдете завтра без бибанка, мы готовы вам в этой неделе помочь, созвониться с вами, помочь, объяснить операционисту, что делать, потому что, конечно же, в нашей действительности это неопривиальная вещь, когда человек приходит и своим временем и своими деньгами жертвует для того, чтобы какой-то политик избрался и представлял их интерес. Это так не принято, и практически все люди, которые с первой с этим сталкиваются, у них глаза с две тарелки. Вот. Поэтому здесь в этом смысле мы тоже будем готовы помочь. Ну, и завершу я, наверное, свое слово тем, что я очень долгое время слышу, что люди считают политику грязным делом, и мне это очень не нравится. Я бы хотела, чтобы с помощью прозрачного фанрайзинга с тех сторонников, которые хотят, чтобы их интересы были представлены, мы могли рассказать другим людям, что политика — это дело каждого, дело любого наукоплательщика, любого гражданина, который чувствует, что он должен внести вклад в общественное благополучие и, в принципе, в дело своих друзей, своей семьи и своей страны. Спасибо большое. Только через выезд Сбербанк можно перевести? Нет, перевести можно где-нибудь через любой банк, через любой онлайн-банк, но если вы приходите оффлайн ногами, то, конечно же, это лучше всего делать в Сбербанке, потому что еще в Сбербанке. Давайте еще парочку технических вопросов, чтобы сразу... А скажите, девочек можно сейчас карточки как-то заплатить? Да, если вы знаете свой логин и пароль в онлайн-банк, в мой кабинет, то можно это сделать сейчас. Если просто номер карточки, то его не хватит. Просто номер карточки... Да, мой вопрос, Лев Маркович обещал ответить. Отвечу, отвечу. А сейчас у меня немножко исторически, но вы говорите, что это очень сложно и чревато тем, что деньги уйдут. Но вот иногда я отправляю какие-то скромные суммы в фонд борьбы с кровью и с коррупцией, это делать очень легко. А почему вы говорите, что и вас это очень сложно? Потому что ФБК – это общественная организация, а яблоко – это партия. ФБК может собирать с карточек, по артической партии не может. А здесь такое законодательство как на выборах. Если вы жертвовали сюда либо на выборах, там довольно сложная система заполнения. Я сейчас вам всем покажу инструкцию, и мы все это сделаем. Есть еще один вопрос? А вы можете для Сбербанка тоже прямо распечатать, чтобы с ней туда прийти? Потому что я тогда еще на выборную компанию Максима отправляла через Сбербанк. Так там была одна единственная тетенька главная в оперзале, которая полезла в инструкцию. В общем, я там торчала очень долго. Это действительно недослабонировано. И не факт, что это все правильно произошло. Да, у нас есть полная инструкция со всеми описанием всех слов и с примером заполнения квитанции, конечно же. Да, Катюша, я довольна. Я хочу вам рассказать такую историю. Я со Сбербанком работаю 15 лет, а я буду пожертвовать. Это очень тяжелая история. Поэтому комперационисты в Сбербанках сейчас, они не совсем хвалифицированные девушки, молодые люди, поэтому они многих вещей не знают. Поэтому просьба. Если вы в одной инструкции к операционисту, и операционист, значит, раньше это было в извещениях, теперь они распечатывают некий чек. Такой длинный, длинный, длинный. Наверное, когда вы платите коммунального условия Сбербанка, вы знаете. Значит, убедительно к вам просьба. Значит, в этом чеке должно быть обязательно следующее сведение о вас. Это фамилия, имя, отчество. Это число, месяц, год рождения. Серия номер паспорта и адрес места регистрации, который указывает у вас паспорт. Не который вы живете фактически, а именно паспорт. Потому что все сведения, которые в деньги приходят, все сведения попадают в избирательные комиссии, и они проверяют это через пенсионный фонд. Как правило, многие люди делают ошибку, указывая фактически адрес места жительства, естественно, в несоответствии действительности с пожертвами является анонимным, и они тут же отправляются в бюджет российской федерации. Поэтому на это просьба обращать не нужно. Значит, многие операционисты не умеют заполнять платежные поручения, и они говорят, что те сведения, которые вы называете, они помещаются в поле дополнительной смысл. Значит, если операционисты вдруг говорят, что у нас все равно не получается, в любом отделении Сбербанка есть знающий человек. Это не руководитель, это его зам. Значит, заместитель руководителя отделения Сбербанка, дополнительных офисов, они все эти вещи знают и знают, как с этим бороться. Это пройдено, какое-то не пройдено, это в Москве и в других субъектах Российской Федерации. Потому что сейчас мы перевели счета в Сбербанк всех наших региональных отделений, мы это поняли, мы с этим столкнулись, вы думаете, просто так открыть чёрт, нет, это можно три месяца. Поэтому все рекламы, они, к сожалению, очень тяжелы. Поэтому просьба обращать на это внимание. Ещё у меня два просьба, я бы Марк нечего-то сказал, не высказываю. У меня два просьба такая, я, конечно, понимаю ребят, что они делают хорошее, полезное дело, но я опять же сталкивался с некоторыми вещами, я в этом случае очень аккуратен. Значит, я не рекомендую вам на чужих компьютерах отправлять денежные средства своих через свой млайд кабинет. Потому что мы столкнулись с такой проблемой. И нам было очень неприятно, когда человек, который это сделал, потом обвинял нас в том, что яблоко воспользовалось паролями какими-то, я в этом не понимаю, и у него исчезли какие-то денежные средства. Это было очень неприятно, потому что мы этого не делали. Каким образом это произошло, мы не знаем, но я всегда прошу, как бы в этом плане, быть аккуратными. И если вы как бы хотите это сделать, пожалуйста, будьте, пожалуйста, аккуратными, чтобы потом просто не иметь какого-то зла на нас или на ребят, что они как-то воспользовались вашей добротой и что-то сделали. Поэтому я просто вас прошу, я об этом вас предупреждаю. Прошу, ребята, мне не обижаться, потому что всякое в жизни бывает. Электроника, она уже все что уложит, все что уложит. Если есть какие-то вопросы, я могу еще профессионально ответить на то, что касается либо улучшений. Если же мы нашли в этой распечатке Сбербанковской ошибку какую-то, выявленную, какие-то данные, переделывать, что-то... Значит, смотрите, да. Значит, если бы прежде чем давать деньги операционисту, прочитайте внимательно все в чеке. Потому что если в чеке вы видите какую-то либо ошибку, деньги не давайте. Это тоже нормальная практика. То есть сначала я распечатываю чек. Как договоренность? Да, да. А потом вы передаете деньги для того, чтобы... Если есть ошибка в фамилии, в цифрах, потому что бывает такая вещь, что люди просто... Ну, человеческий факт и ошибка у нас. Это ошибка, это деньги и культуры, бюджет Российской Федерации. Это для любой политической партии. И то же самое и для разбирательных компаний, на самом деле. Потому что и там, и там одинаковые условия решения этих вопросов. Спасибо большое. Извините, что я перестарялся. В общем, если что, у вас наверняка есть смартфоны. Я буду раздавать сейчас инструкции. И надеюсь, что все, кто здесь есть, намерение свою помощь бумага точно реализуют, как или иначе. Спасибо большое. Сейчас я передаю слово бумагу еще. Я рада дальнейшей рассказать. Уважаемые коллеги, на самом деле я решил, что я рассказал вам достаточно с точки зрения рассказа. Как-то оно все так состоялось, как тому и быть. Я знаю, что всегда нужно ответить на все вопросы. Обычно вопросы занимают больше дня ответа на вопросы, чем выступление. Поэтому с выступлением я завершил, будем считать его состоящим. Я готов отвечать на любые ваши вопросы. И вот то, что вам сейчас будут задавать наши коллеги, на самом деле мы столкнулись с ситуацией, что действительно государство таким образом формировало законодательство, что оно предназначено для того, чтобы люди ошибались. Вот даже в этих персональных данных нужно обязательно указать гражданин РФ. Людям даже не приходит в голову, что если они указали паспорт в серию и номер, что они должны еще написать, что он гражданин РФ. А эта фраза является обязательной. Потому что если бы не дать бог гражданин другой российской гражданин, то вы не имеете право жить на российскую политическую лекцию. Поэтому мы вынуждены с этим вот так возиться. У нас действительно была идея, мы ее обсуждали, чтобы использовать наличные правила и людям в лекциях. Я вот сам полностью отвык от наличных денег. Мы когда с женой этого магазина спрашиваем, у тебя есть? деньги. Есть только карточки. Мы всегда спрашиваем, терминал работает? У нас рядом продавцовый магазин, где два терминала, и иногда не работают оба. Если не работают оба, у нас может не хватить денег и пить еды, потому что мы привыкли все уплачивать картой. Какова современная жизнь? и поэтому действительно ситуация с пожертвованиями стала изуверенцем. Это придумано специально, чтобы люди не могли поддерживать их правильные контракты. Я еще скажу один эпизод, который у нас был лично. Это как раз по теме встречи. Сотворяем речь об этом знает, потому что он лично переживал три недели. Мы получили пожертвование в этом году из Финькофф банка 10 тысяч рублей. И назначение подержания не были указаны в бюзетах человека. Но что-то было уникальное фамилия и имя отчества. Мы были уверены, что мы сможем его найти. Мы позвонили в банк, представили, что это в Скур, региональное отделение яблока, какого-то числа было поручением, гражданин называем все персональные данные нам известны. Фамилия, полностью нам известны. Перечислил нам 10 тысяч. Но в соответствии с федеральным законом там нужно еще кто-то, кто-то, кто-то. Нам нужно найти этого человека, чтобы вернуть ему деньги и чтобы он заново законно нам перечислил эти 10 тысяч. И поначал сотрудник банка, который был на горячее линии, сказал да, мы викторник это делается быстро. Мы звоним еще раз, извините, я там слоу, я вас снова беспокоен. Мы ищем такого человека на букву А. Скажите нам пожалуйста, нашли ли вы его? А там очевидно первый станок принимал кто-то неопытный. И почувствовал, что мой помощник обеспокоен, он решил искренне помочь. А потом выяснилось, что по просьбам третьих лиц банк не имеет день человеку. У нас только 30 дней. 30 дней. Если мы на 30 день эти 10 тысяч не отдали в бюджет, то есть или человеку, или бюджет, если мы этого не сделали, штраф составляет 300 тысяч рублей. Это норма, это норма, отместных луководцев. Что вы думаете? Мы искали искать этого что-то в социальных сетях. Мы его нашли через Facebook. Он оказался мы нашли уникальный случай. русский армянин, живущий в Австрии. Он гражданин Российской Федерации. Он наш слое минимум второго посту. Он заново перечислил эти 10 тысяч. То есть мы ему вернули, он нам все свои реквизиты, мы не знали номер его счета, мы не могли купить деньги просто обратно. То есть банк получил эти деньги Тинькофф и не прием человеку, потому что не знает на какой номер счета защитить. И вот нам заново перечислил. Мы три недели просто были в дикого напряжения. С одной стороны можно просто отдать бюджет. С другой стороны стыдно, но стыдно считать пожертвовал нам деньги на нашу работу. Вот такие бывают ситуации. Поэтому это стало очень и очень сложно. Собственно говоря, вспомни в этот эпизод и готов приступить к ответам на любые вопросы. А выделал систему, когда первый платеж тестовый на 50 рублей, а потом если человек все заполняет правильно, звонит ему и говорит, что теперь пожалуйста реальный сумм. Я могу сказать, мы с одним человеком обсуждали вариант на 1 рубль. Переведи рубль, если дойдет и все правильно, делаешь копию. В общем, в итоге он все равно перевел сколько хотел. Но мы это обсуждали. Я могу сказать, что это действительно приходится обсуждать. Действительно. А выходит, что вот как мы на митинге в 13-м году пересылали Яндекс, кошелек, Кири, кошелек, ничего не взяли? Это закончилось для людей Алексея Анатольевича уголовными делами. Потому что пожертвование денег политику может осуществляться либо на счет партии, где он работает. Вот у нас счет Псковского яблока, который вам сейчас раздавали. Это счет нашу Пскове. Мы Курсчет это нашим Псковским. Соответственно или на его спецчет избирательной компании. Все остальное не сухон. Сделано ситуация, в которой людей, участвующих в политике, провоцируют на нарушение законодательства. Она сделана с разными я вас уверяю. Те, нужно собирать деньги бочками, собирали бочку. Я в связи с этим расскажу вам очень важные вещи. Мы обременно избирательной компании в Псковской области работаем исключительно через банковские счета. Вы будете смеяться в партии Яблок в Псковской области для лидеров по финансированию избирательной компании. Мы победили Единую Россию в хлам. То, что мы делаем за 300 тысяч, они делают за 35. Я даже спрашиваю, ребята, вы понимаете, что когда-то сменится власть. Вот сейчас вы ходите к нам по всякой фикне, там пожарная безопасность, у нас может случиться так, это же все отчетно остается, она граница годами. Там же ваши имена вы подписали, что вы провели избранную компанию в районе где 25 тысяч избирателей за 35 тысяч рублей, выпустив при выпусках 20-ти тысячной газеты, каждый экземпляр который вы разносили за 10 рублей, и об этом знает весь район. Вы не боитесь 35 тысяч показывать, что может хотя бы сто третий вы обогнали всех единоросов коммунизм, Жириновск, Справедливых всех. Что вы делаете? После этого во всех районных газетах Пусковской области была напечатана одна и даже статья за подписью Актреи Иванов с расчетом сколько яблоко поправило в пересчете на каждого выпиленого кандидата. Мы обогнали всех. И они муссировали какие мы богатые, какие у нас спонсоры, а спонсоры у нас обау, как вы при таких деньгах кто еще может кроме Абамы никогда еще наш народ не жил так плохо как при Абаме. Хуже не было. Поэтому мы получили в ответ на 100% честные отчеты о выборах и 100% проведенные абсолютно официально и прозрачные мы получили бездевку через все 26 муниципальных газет в Кусково и произошла удивительная вещь. У нас есть депутат, на Восоконическом районе 32 депутата из Кусково области одного. Это второе место в России по числу депутатов. Всего у нас около 180 депутатов от партии. Из них 32 включают главу района и областного депутата в Кусково области. У нас есть депутат одного депутата на Восоконниках его зовут Андрей Иванов и он бывший сам начальник УВД на Восоконическом районе. Он открывает газету на Восоконическом районе а его знает весь причем. Он ведет редакцию газеты заходит к редактору и спрашивает это что? Она упала под столом. Им к концу не пришло может быть конкретный Андрей Иванов в Новосоконниках депутат одномандательника в Яблоках и при этом еще подполковник полиции в отставке который только что выбрал выборы и некий Андрей Иванов написал что там не было сказано что деньги оба но он мяч и намек что такие суммы только через оба вот это был Новосоконниках просто отдельно и безумно в связи с нашими участками по поводу газеты которую мы сейчас делаем в Соской Яблоках с сентября 2010 года есть газета гражданин учитывая что вы судя по всему люди в интернете есть сайт адрес который моя фамилия по-английски вот как слышится шло так и пишется и там есть раздел материалы и в разделе материалов я на самом деле плохо подготовился можно было вывести на экран есть раздел газеты гражданин и там закачаны по древке оригинал макетов не всех мы чисто испарительные газеты там стараемся не показывать чтобы не учить всю единую Россию всей страны как качественно выпускать газеты украина но там есть оригинал макет и люди видят что из себя представляет Псковская область это по сути три региона это город Псков где живет 200 тысяч человек это город Великий Лук это вторая региональная страница вторая региональная столица в ней живет сейчас уже меньше 90 тысяч человек и есть район Псковской области и мы видим что люди живут очень по-разному то есть у Пскова свои проблемы у Великих Лук свои проблемы у сельских районов свои проблемы и мы стали выпускать для них три разных газет для жителей города Пскова для жителей города Великий Лук и для жителей района Псковской области потому что у них другой строй жизни они ведут натуральное хозяйство и этим спасаются соответственно мы сейчас отчитывая за своей работой перед этими выпускаем гражданена для города Пскова и там будет рассказано как мы бьемся за третью уже четвертую по счету как с клубой это делает наш участник потому что у нас 3 города обслуживается поликлиникой с крупосканой способностью 30 тысяч человек а Пскове живет 10 тысяч и у нас уже был эпизод когда больные умирались не дождавшись приема ночи там есть борьба за грязь стадион электрон в земле которого продают под жилищным застроить в центре города а в городе всего 3 стадиона и это один из то есть Это то, что беспокоит жителей города Пскова. А в городе Великий Луке, который будет вмещать 750-летие своего первого украляне в летности, через два года, украли федеральные деньги, миллиард рублей на ФИАТУК, через железнодорожные пути. То есть власти так обрадовались, что юбилей еще не наступил, а ФИАТУКа уже нет. И вместе с ним нет денег. И об этом нужно писать. И кроме нас, об этом никто не напишет, потому что собственником города, по сути, является один человек. И он же глава города. Ему предлагают все крупнейшие заводы, все магазины торговой сети. Предприниматели, которые не пошли к нему под каблук, он сжигал. Сейчас он сжигает им машину и сжигает торговые площадки. И полиция бессильна. Мы сейчас защищаем директора спортивной школы Великих Луков, который прямо рассказал о финансовой махинации в муниципалитете. Мы написали заявление о возбуждении уголовного дела по факту этих нарушений. Человека избили. Потом мы позвонили на телефон и сказали, что он сожжал тебе машину. И сожгли. И прокуратура Московской области заявляет, что идет процесс поиска виновных лиц, которые не установлены на данный момент. И может быть этот человек победил к депутатам областного управления от нас, потому что больше собственников этого города никто не боюет за кого-то. Потому что это может привести к таким результатам. Поэтому в каждой из этих газет мы объясняем людям, что мы можем для них сделать. По сути дела, мы не предлагаем с вами помощь и показано здесь, что у нас получилось вместе с вами. Здесь у нас не получилось вместе с вами, но мы попытались вот так, и мы об этом вам рассказываем. То есть это газеты о нашей совместной жизни. Мы объясняем, что есть такая команда, есть такое Московское яблоко, у нас есть 32 депутата, у нас есть вот такой человек, вот такой. У нас есть единственный в России доктор сельхознаук, фермер протекущий, доктор по адрес физики. Вот ближний депутат Мудовского броня, это мой заместитель по оригинальному отзывету. Он фермер, он глава Московской фермерской ассоциации. Когда он избирался, то администрация области сообщила всем фермерам Московской области, что за него нельзя голосовать, потому что он яблоко. Ну и что сказали фермеры? Это фермеры. У них снова яблоко, что вы понимаете. Так вот, они вышли из дома, у них все в яблоко. У них яблоко, картошка, капуста, брубка, морковка. А у него сочет 500 гектаров земли, а у нас крупнейший производитель капуста. И у него капуста, морковка, брубка. Что вы думаете, мы избрали единоклассовую. После этого губернатор хотел снять начальника управления сельского хозяйства с фантастической фамилией Романов, ну вот настоящий царственный. Который приехал на эту встречу в Ассоциации фермеров, объяснил, что нельзя голосовать за яблоко, и после этого 100% фермеров за яблоко не буду голосовать. Ну как? Они голосовали за Канашем. Но он в дуру им сказал, что за яблоко нельзя. Стоправно. Все. Вот эти люди, это те, о которых нужно рассказывать. То есть вот то, как он работает, как он общается с людьми. Знаете, у нас был несколько смышлых эпизодов. Он очень веселый человек, и при этом он доктор на университет. Вот он защищался в Петербурге по почвам, по арте физики. Он часто к ним обращаются люди с просьбами о помощи. А он любит нас делать важное, как настоящие крестьяне. Вообще вот в Смоленске, его фамилия Канашенков. Он родился в Смоленске, учился в Великих Луках, работает в доме. Вот. И он говорит, напишите, пожалуйста, заявление, вот, в парте, о том, что нужно оказать пункт. Он все оказывается, он не берет наши деятельности, просто помогает людям. Потом звонит, Лек Павлович, вы вчера покрыли кровлей клуб? Какой-то теремен? Я спрашиваю, уже покрыли? Все, уже сделано. Самый был случай, я вам расскажу. Я думаю, ладно, хорошо, снимайте, как есть, пусть будет весело. Он, как эта женщина, дал деньги купить маленькую телеволюку. Девенка показался очень смешной, черный, с белым пятном. Старого спрашиваю, ну, Саша, как назвать? А он с юмора, может быть, назовите шлосей. Вот, соответственно, на следующий день я узнаю, что телеволюка куплена на день. На шелках назвали шлосей. Я говорю, Александр Алексеевич, скажите, а какого-то еще названия не было? Ну, учитывая, что паспорт пока не выдавали, можно назвать черный шел. Ну, в общем, вот так. Вот, и в общем, об этом мы, конечно, не рассказывали в газетах. Вот, но когда хотели укропнить все волосы Кношинского района, что сделал Кношинков? Он сел в машину и поехал вслед за главой района во все сельские поселения. Глава района объясняла людям, почему они, депутаты от народа, должны проголосовать за ликвидацию сельского поселения и ликвидацию народа. Выступает глава района Михаила Михайловича, не фамилия Разумов, по нему еще сделал Покоробск, возбужденный, он в Единой России, конечно, избежал. Рядом с ним выступает Кношинка, как позапретить Кношинку, выступает в Газовском районе. Ему считали лисинку перед выборами главы района, у него голос 45%. Если он пришел на выборы, никто не мог пройти через него, но он честьянин, он не хочет бросать свое дело. Он движет в Газовском районе, и после этого выступает Кношинка. Ни одна волость, где люди сказали, что мы не хотим упоменяться, не упомянулась. Было единственное исключение. Есть одна волость, там чутная дама была главой области. И когда мы собирали подписи к собрежению кандидата к губернатору, Кношинка в одном Газовском районе собрал за меня 25 подписей из необходимых по области 158. При том, что мешали. Мешали, звонили от губернатора, объясняли, с кого можно, с кого нельзя. Он выступил на сессии районного собрания от камеры и рассказал, кто звонил и как это все было. Единственная женщина в главой области, которая испугалась, прямо испугалась, что ее депутаты, даже не она, ее депутаты подпишутся за меня, это была вот эта дама. И Александра Алексеевича спрашивает, скажи имя отчества, а если Единая Россия скажет тебе повеситься, что ты будешь делать? И она в присутствии людей у себя, в сельской администрации, где все-всех знают, сказала, пойду и повешусь. И это абсолютно реальная ситуация. Вот она единственная сдала свою волость, единственная. Она сказала депутату, раз глава района сказал, всего года шли сам ликудироваться. И сам ликудироваться. Все остальные области послушали главу района, послушали Канашенкова, решили оставаться живыми. И все сейчас живут. Все. То есть, вот есть люди, о которых официанты, конечно, о нем рассказывает кутовская заря, но стыдно не говорить о Канашенкове. Но, вот, скажем так, под судим. Пошла ярмарка осенней продукции кутовских фермеров во множественном числе, их там три человека, в том числе христианское хозяйство «Пармитей». Но все знают, что «Пармитей» только нашли. Или там футбольный матч. Футбольная команда христианского хозяйства «Пармитей» победила футбольную команду, там, какой-то школы. То есть, они выглушительно рассказывают. Но чтобы рассказать об этих людях по-настоящему, нужны вот эти наши газеты. Чтобы люди узнали, в том числе, о том, что мы делаем по запросам, по просьбам людей и сами. Поэтому это наша партийная газета, это наш бренд. Мы специально избрали слово «Гражданин». Потому что мы считаем, что избиратель – это в первую очередь нужны. Вот это его главное чувство. Вот. Так. Где-то ползаковой микрофона. Сейчас, одну секундочку, есть девушка с микрофоном. Нет, я понимаю, но просто микрофон всегда помогает. Один вопрос такой. Не будет ли еще не началась избирательная компания? Вот эти ваши газеты, прививанные началом избирательной компании, они преждевременно и не следят ли к вам каких-нибудь санкций за это? Это первое. Второе. Как хотелось бы узнать, примерно, по которому придурку, вот из 400 тысяч, а то на что? Там, что тираж, распространение, вот так вот, все. Ну, приблизительно, хотя бы. Я знаю неприблизительно, я знаю точно, потому что я считал. Первое, чтобы просто так зовут. Юля, вы очень грамотный человек. Первое. Мы в этих газетах не будем призывать за нас голосовать. Потому что это не перед выбранной китайцей. Мы рассказываем о жизни людей, и о том, как наши депутаты, и даже не депутаты, помогают людям. Это официальные СМИ, это газета. Она имеет право выходить свет. У нее свидетельство государственной регистрации. В Роскомнадзоре. Если бы это была агитационная продукция, вышедшая в свет без регистрации газеты, она была бы незаконной. Но это средство массовой информации, учредителем которого является вскользь региональной отделением партии. Я был. Это СМИ. СМИ пишет вообще. Причем еще как нужно. Я там читал. Я лично руку мажу эти газеты. Второе. 410 тысяч рублей нужны для того, чтобы напечатать 103 тысячи экземпляров газет Требского. У нас 103 тысячи почтовых ящиков. Из этой суммы 130 тысяч – это чистая полиграфия с бумагой. То есть это для того, чтобы сделать газеты. Примерно 195 тысяч. По-моему, 196 тысячи могут быть только на 1 тысячу. Это средство для распространения точечных по всему городу. Это получается примерно 1,40 за 11 тысяч рублей газеты, чтобы она была опущена. И 70 тысяч рублей, это работа журналистов, которые пишут статьи, встречаются с людьми, фотографируют, верстают, готовят газеты. Из этого складываются 410 тысяч рублей. Газета для Великих Лук стоит всего 240 тысяч, потому что там тираж меньше 50 тысяч. Маленький город. А газета для районов в Псковской области, который уже тираж 130 тысяч только для района. Она стоит 760 тысяч рублей, потому что там огромное расстояние для распространения, как очень тяжело. И нам приходится покрывать транспортные расходы, в том числе, чтобы заставить ее в район. И у нее больше тираж, потому что в районах ждет больше избирателей, чем в Пскове и в Литву. Еще, пожалуйста, вопросы? А что-нибудь? Да, можно, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот общие в мире средств на избирательную кампанию, вот эти 400 тысяч, 660 тысяч, еще какая-то сумма, сколько это занимает, и на что еще потребуются деньги, и какие планы по подразному, потому что мы вот там здесь не полный зал, и, наверное, не все люди думают, это по 4,5 тысяч, что будет происходить дальше. Дальше будет проходить следующее. Мы решили, что нужно идти маленькими шагами. И сейчас мы собираем с вами не на все три газеты, мы собираем на одну пускую, которая видит свет уже в этом месяце, в марте. Мы опубликуем ее макет, то есть все увидят, на что они сдавали деньги, что будет напечатано, как это будет сделано. Если мы соберем чуть больше, это перейдет на великую руку. Мы скажем, что нам нужно 240, нам нужно 140, потому что 100 осталось из первого выпуска. Вообще, предкомпания очень дорогая вещь, мы хотим сделать вещь, которую никогда не делали. Впервые. Если мы сможем это пить. Мы хотим, учитывая, что у нас много представителей, люди работают, наши депутаты, общественники, мы хотим обойти всю пусковскую область с одним вопросом. То есть буквально постичаться в каждый дом и спросить. Вы хотите получать информацию о русском языке, знать о нем? Вот, все. Мы хотим собрать, таким образом, примерно 50 тысяч человек. То есть в два раза будущем за нас проголосовало в 2011 году. Адресно. Будем знать этих людей по виду, и их адрес, их мобильный телефон. У нас появится то, что мы называем нашей аудиторией. Мы же сейчас не знаем, я не знаю, например, кто проголосовал в процессе половины тысяч. Но вот я иду по улице, там где человек, я вас узнал, я за вас голосовал. Вот. Это нормально, пускай. Ну, таких 50 я встречаю там за полгода, но их же 20 тысяч. А нам нужно точно понимать, что люди хочут о нас узнать. Потому что по телевидению показывается запрещено, только плохо. То есть если фильм про иностранных агентов и торгов Родины, то это значит я. Если работать в собрании, то там будут другие депутаты. Меня не покажут. Это обычный прием. Если в районной газетах что-то плохое про депутата, значит порвеняют. Если что-то хорошее, значит про Дену Россию. То есть у нас информационный пакет. У нас есть интернет и вот это вот газета. Мы хотим обойти всю Псковскую область. Всего Псковскую область из выше 300 тысяч квартир. Мы хотим обойти около 200 тысяч и найти эти 50 тысяч тех, кто хочет про нас за. И каждому из них подарить книгу, что такое Псковская область, с отчетом о наших людях, о нашей работе, о том, что мы сделали, или что мы сделали с цифрами, статистикой. Вот эта штука самая дорогая. На обход людей, на обход всех нам может потребоваться в зависимости от того, насколько успешны будут люди. Во-первых, это только для Пскова минимум 200 человек, для Великого Луна 100, для каждого района примерно 10. иначе не обойтись в село и все мы обойти не сможем. Там расстанем между домами такое, что кроме местного жителя никто не сможет обойти. Но тем не менее, чтобы обойти, нам потребуется, если мы найдем этих доноров, около 3,5 миллионов рублей, может быть даже 4, только обойти. Затем нам нужно будет достать эту прошу, она будет скромная, у нее цветная будет только обложка, но тут все черно-белое, очень простое. Но там будет информация, и ее будет нужно доставить во все дети 40, 50 или 60, может получиться больше, тысяча адресов до выборов. Это наш отчет перед людьми, что мы делали для них 4 года. И мы должны постараться их довести до дня голосования, не потерять. Когда есть телевизор в Московской области будет говорить, голосуйте за кого угодно, кроме пятой колонны. Мы будем говорить, что есть колонна номер 5, есть палата номер 6, выбирайте. Вот там длинный список палаты номер 6, а здесь колонна номер 5. Хорошая колонна, хорошая колонна, мы все отличимся, у нас пятерка. И нам нужно будет довести людей. Вот это будет самая дорогая часть предкомпании. Что касается газет, мы хотим 2 волны. Одну сейчас, в марте-начале апреля, и вторую в мае, потому что народ привыкает читать. И пока не пошла избирательная компания, пока в каждом ящике не было 15 газет всех цветов в рамках, нужно, чтобы сейчас люди почитали. Потому что даже в скобе народ еще читает газеты. Великих луках читает, а в районах вообще читает все. То есть вы не представляете, от первой до последней страницы. Потому что районные газеты и официальные региональные газеты превратились в зеленую тоску. Читать можно, узнать нельзя ничего. Когда появляются газеты, я всем говорю, в нашем стороне. Друзья, газета «Гражданин» это газета «Правда». Вот у нее вступка должно стереть. «Правда». И, соответственно, мы хотим тебе волны. То есть это нужно будет умножать на два. Нам сейчас будет нечестно собирать на два, потому что мы должны сделать по одной Комскому и Великой Луковой району, распространить, отчитаться, опубликовать макету, показать, как это было, возможно запечатать тот клик, который мы получим, и после этого приступать к второй газете. И еще мы хотим, у нас была очень интересная задумка, получившаяся. Во время избирательной кампании 11-го года в областной собрании у нас в команде было 69 человек. Из них почти 50 согласились высказать. То есть у нас была избирательная кампания, где я появился последний. За пять дней до выхода у меня не было в теле экране. А все остальные люди были. У нас был такой лозунг. «Партия граждан против партии власти». Точно. «Партия граждан за власть в народе». Всковское явно. Он казался долгим. Но мы взяли на компьютере и смоделировали знаменитый марш из Аиды, вот такой соло-трубы. Мы открывали тремя нотами, потому что по крым-нотам узнается музыка. Она очень торжественная, очень уводушевляющая. А потом у нас был формат 20 секунд, 30 секунд, 40 секунд, в зависимости от того, что давало телевидение. И у нас почти 50 человек рассказали о семье всех жителей Псковской области. И когда их всех увидели, я появился последний. Рассказывал об условиях, о семье, о моей школе, в городе. И это все замкнулось. Мы смогли собрать этого тетера. Но мы это делали во время кампании. Это было очень трудно. Мы потом это все собрали в интернете, опубликовали на сайте гражданин ТВ, здесь интернет, телевидение, гражданин ТВ, где уже свыше, по-моему, 300 уже, или может, 400, я боюсь вам сказать. И там вся эта избирательная кампания висит, можно еще отрезать. Это кто как говорит. Мы хотим все это снять сейчас. пока мы спокойны, сейчас будет все зеленое, апрель, май начнет, пока не началось, потому что команда будет 70 человек. Это нужно дойти до каждого и каждого спокойно снять. Потому что, когда наши люди на машине уезжали сутки, проезжали 600 километров, и через сутки должны были смонтированы ролики от этого телевидения. Они не спали вообще. То есть они спали за компьютерами. Поэтому мы хотим это сделать заранее. И за это тоже закончатся. Вот такие в целом планы. То есть мы хотим восстановить, возможно, где-то потерянные, утраченные, где-то неустановленные связи. У нас есть районы, где у нас нет депутатов. Вот есть такая беда. У нас есть в большинстве районов, но не везде. Нам нужно там усилить свои позиции, потому что проваливаться нельзя. Кроме того, мы знаем, будет очень жестокая арти-компания. Мы даже не можем себе в принципе уже все сказали. Осталось только сообщить, что я имею детей, может быть еще что-то. Но мы должны так установить отношения с обществом, чтобы никакие фокусы, которые сто процентов были, не поколебали бы нашу аудиторию. Она должна стоять с очень стороны. Поэтому вот этот этап в предкомпании, он очень важен. Нам очень важно, чтобы это было сделано качественно. Поэтому те люди, кто у нас работают, они наполовину все волонтеры. То есть то, что мы им платим, мы платим им за время, потому что это требует огромного времени. Журналист пишет не пять минут. Оператор, который едет снимать это на ролике, он едет, он сумки проводит в машине, а потом сумки проводит за компьютером, когда он все это монтирует. То есть нужно уважать людей, нельзя говорить, ребята, это наши сторонники, это наши избиратели. Почти вся команда, хочу сказать, это наши избиратели. Это не нанятые за деньги люди. Я думаю, что там процент голосования за нас был. Я никогда не спрашиваю, но я надеюсь, что сто процентов. Но мы должны уважать их труд, мы должны им заплатить. Официально, с налогами государства. Почему мы собираем все на счет? Потому что мы добростовестные налогоплательщики, мы должны заплатить бюджет. Чтобы все люди сказали, да, мы создали рабочие места, 10 рабочих мест, мы заплатили 500 тысяч зарплаты за полгода, и мы заплатили 30,2 соток. Страховых, сколько там, соток или десяток, я забыл. В общем, то, что положено по закону. Страховых взносов и 13% подоходного. Мы все отдали государству, мы его ничего не можем. Поэтому все официально, только официально. Еще, пожалуйста, был вопрос. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, кто уже во время встречи сейчас смог нести пожертвование? Отлично. А кто еще нет? Не стесняйтесь, подходите, пожалуйста, и делайте так, чтобы все дело произошло. Во-первых, во-вторых, если вы собираетесь сделать это завтра, то подойдите, пожалуйста, ко мне. Ну да, наверное, лучше ко мне. Мы с вами еще раз все это дело поговорим. И я бы хотела также записать ваш номер телефона, чтобы узнать, как все дело прошло. Вот. Встречный вопрос. Извините, перепела такой технический. Получается, мы никто никак все-таки точно не узнаем, дошли наши деньги до вас. Я вам скажу так. Если вы точно узнаете, если они до нас не дошли. Они вам вернутся или, если там была ошибка, нам придется их вам вернуть, мы их вернули. Нет, они могут уйти в бюджет, но вообще не уйти в бюджет. Нет, нет, они могут уйти в бюджет, если вы ошибетесь, а мы не сможем вас установить и вернуть вам деньги. Тогда, не позже, чем на 30-й день, мы обязаны сами отдать этот бюджет. Мы сейчас будем понимать, какие люди сделали правильный. Каждое платежное получение проверяется нами на правильность. Нас страхует центральная бухгалтерия Валерия Андреевич ухватитель этой структуры. Зубая ошибка в переводе, если не дай бог мы ее не заметили, она будет замечена здесь. Мы найдем вас по вашему телефону, почему нужно ваш телефон, сообщим вам, что в платеже что-то не прошло. Даже если вы написали, что вы граждан ГРФ, а банк каким-то образом в последнюю секунду решил, что это не важно. И, похоже, получение это не отражено. Мы должны пойдем в вашем счете вернуть эти деньги, уточнить вам, в чем произошла ошибка, и у вас будет возможность ее исправить. То есть денег, отправленный в бюджет, без того, чтобы мы не попытались отдать деньги человеку, не может быть. А скажите, а если наличными через Сбербан, не с карты, то куда они вернутся? Нет, если вы, смотрите, почему сейчас Катя просит каждого из вас оставить свои координаты? Когда записывались к нам встречу, там тоже указаны на них телефоны. Они все равно к нам придут, потому что реквизиты нашей квитанции правильные, но мы увидим, что не хватает там. Мы вам позвоним и предупредим, что вы получите со счета Всковского яблока возврат необоснованных причисленных средств. Это не наша обида на вас. Это реакция на нарушение законодательства. Мы там же в Сберии, что ли, получим? А где же мы получим? Это придет на вашу карту. А если не с карты? Если наличные? Мы будем искать вас и уточнять, каким способом вернуть вам деньги и это будет с вами согласовываться. Мы очень надеемся, что процент ошибок будет небольшим. Но мы с каждой ошибкой будем разбираться. У нас действительно есть проблемы с распорегательным углом. Он действительно плохо работает с документами. Именно поэтому нам приходится лично, лично удостоверять, что вот своими глазами, что все сделаем. Валерий Андреевич, я так понимаю, хочу вот начать. Давайте начнем такую вещь. В случае, если Сбербанк отправляет денежное средство через транзит и счета, если вы наличные вносите, есть в партии единственный способ вернуть вашим доминам эти деньги через почтовый период при наличии фамилии, имя, отчества и адреса места жизни. если у нас есть такая возможность и это соответствует действительности, мы это обязательно делаем. Поэтому, если у нас в другом нет адреса места жительства, то мы этого сделать не можем. Поэтому, я когда подошел, отправил денежное средство, значит, есть еще одна небольшая тонкость, о которой не дай рассказать. Значит, если вы при открытии счета указали адрес места жительства, а потом сменили этот адрес, то платежный документ обычно Сбербанк предусуживает себя вносить изменения, если они у вас происходят. Ну, или вы просто не дали паспорт, не сообщением об этом. Или операционисты просто этого не замечают. Поэтому в поле плательщик идет фамилия и имя отчества и адрес места жительства старый. Поэтому, когда вы будете заполнять платежное поручение, обязательно в порядке указывайте ваше место жительства по пластуле действующего. Иначе мы не сможем во-первых признать платеж анонимным, потому что адресом служительства не точно. И мы тогда уже никуда деньги отправить не сможем, потому что вы не будете зарегистрированы. Поэтому есть вот третьи толпости, с которыми нам тоже приходится столкнуться. к сожалению. Спасибо. Можно еще денежный вопрос? У Максима было указано, что можно на встрече оставить до 4300 рублей, но в инструкции не написано, какое увеличение для вас премьерно. Значит, я вам хочу объяснить на выжить. Максим чуть-чуть был неправдой, но он не совсем знаком законодательству. Физическое лицо единовременно на один раз в год может перечислить, ни один раз в год может в кассу для на воде или партии сдать 4330 рублей. Это максимальная сумма наличными денежными средствами. Это, к сожалению, ограничение для того, чтобы граждане могли финансировать политическую партию в нужном объеме. Без наличного платежа, то есть через банк, это можно сделать, сумма на максимальное 4 миллиона 330 тысяч рублей. Юридические лица могут перечислять 43 миллиона 300 тысяч рублей. То есть вот какая идет просто градация. Мы ее установили, потому что есть еще некоторые вещи, которые я буду норочить. Но вот сейчас именно такой порядок установлен закон. Значит, по наличным денежным средствам. Наличные денежные средства вносятся только в кассу. Поэтому, так как кассу внести невозможно, поэтому в случае, если это сдается, денежные средства в ход приход для кассы вроде, есть многие вещи. лимит кассы, кто с этим сталкивался. И деньги надо сдавать не расчет, не счет. То есть это много вещей, которые могут просто принести ущерб некий для работы клинических партий. Поэтому вопрос об этом заниматься и делать данное. Спасибо вам большое. Как вы видели, мы не принимаем лишние средства, поэтому не все, кто еще не успел или кто хочет завтра внести средства, пожалуйста, подойдите ко мне, давайте пообщаемся. Как правильно сказал Лидж Маркович, нам нужно зажать связь. Спасибо. Я помню, что были еще поднятые вопросы. С этой стороны. Какие сейчас дела об объединении на территории Лиджи? Это же не геранцы. Это самый дорогой вопрос. Более дорогого вопроса у нашей демократии не существует. Как вам сказать так, чтобы никого не обидеться? Рассказываю. Мы все общаемся. это хорошо. Мы не все понимаем тут долга. Это плохо. У нас есть время. Вот вчера у нас было здесь совещание. Советом по которому у нас в 2 недели в партии собирается такой орган, состоящий членом политкомитета и бюро. Мы долго обсуждали, что нам делать и решили, что нужно ограничить этот процесс 8 апреля, то есть конец первой недели апреля. В то этого момента мы будем делать все а потом остается так мало времени, что надо уже собирать кольчушку и в общем как-то ее на себя одевать. А у нас на этой неделе еще проходят несколько раундов переговоров с людьми. И я могу сказать, что получается легче. Легче получается говорить с людьми о вступлении в список яблок. Вот если мы договариваемся, люди просто пришли и пошли в команду, это легче. Когда начинаешь говорить о вещах глобального объединения, очень многие люди начинают думать не о родине, а о себе. И становятся очень трудными. Я могу только вам сказать, что как и обещали все наши официальные представители и неофициальные представители, с нашей стороны будет сделано все для того, чтобы была создана максимально объединенная команда в нашей базе. нужно признать объективную вещь. Наиболее сильной основой для объединения демократов является партия Евгений. Проблема заключается в том, что создать третью партию нельзя. То есть если какие-то партии или бедивости возникает третья, у них нет никакого сегодняшнего статуса, ни годы, ни господинансир, невозможности выдержания кандидатов. То есть нужно идти навстречу обществу что-то отдавать через три недели мы считаемся перед вами результатом этого общения. Скажу сейчас пока ничего сказать не возможно. Но собственно очкинут будут все. Я бы просто взял для себя за правило. Один раз мне пришлось документировать этот процесс. Я даже жалею. Потому что кто участвует в переговорах лучше вообще не говорить ничего. Я вчера позвонил на даму из одного влиятельного семьи скажите пожалуйста что вы думаете о я сказал до 8 апреля я вообще ничего не думал я это делаю вот я завершу делать когда я начну что-то говорить если я буду делать одновременно я буду мешать тому что я делаю и она меня поняла и спасибо ей большое вот поэтому такие разговоры еще пожалуйста вопросы у кого микрофон второй да у меня вопросов вообще очень много я буду по два Юля тогда пожалуйста максимум два максимум два отнимки один вопрос такой а был ли анонс на сегодняшнее мероприятие на сайте яблок важен есть я не знаю ну вот я не видела вчера сегодня не проверяла я посмотрела и у меня такое впечатление что собралась эта компания Максима как я это тудая компания это одна компания но это как я был занимает участие в этом то есть ну хотя бы анонс прием то спокойно давайте мы сделаем так вот чтобы не было никаких вопросов мы с вами находимся это вот совершенно серьезно в официальном офисе партия это наш заседание другого у нас нет единственное вот под этой крышей приемлемо выступал никто а зам руководителя аппарата партии руководитель финансового департамента который вас здесь консультирует партия обеспечила все просто все комфортные условия для проведения этой встречи предупредила всех нас и меня лично как и целоответственное за русскую яблоко и максима как организатора и вот всех этих замечательных молодых людей в опасностях которые есть законодательства именно после этого и максим написал и я написал в социальных сетях что информация о сборе наличных денежных средств дезавоируется как соответственно мы действуем абсолютно согласованно вот у нас нет никакого предпостояния я честно скажу я не обращался с просьбами об одном из них вот с моей стороны такой просьбы не было я не видел сайт партии я сегодня занимался только из босса если чего-то не было я не наладил прошу прощения значит я кому-то не обратил это вопрос прошедший а кто с будущей а яблоко каким образом будет участвовать в финансировании вашей компании яблоко всегда финансирует испирательная компания псковского яблока в 2011 году наши выборы в областное собрание депутатов всей команды 69 человек стоили 6 миллионов рублей это были 100% деньги яблоко предкомпанию мы тогда не проводили сейчас и тогда и сейчас это время в госдуму и в областное собрание депутатов тогда было немножко легче и с деньгами и с политической ситуацией потому что витер в целом политический долг в нашу сторону сейчас ситуация сложнее у нас есть финансовая заявка на избирательную компанию в Московской области она пощеплена на сами выборы когда мы выходим регистрируемся открываем счет и отсюда с центрального счета партии на наш счет поступают деньги у нас есть правила с исключительными ситуациями которые были связаны просто с обстоятельствами в 99% случаев избирательные фонды всех наших кандидатов даже в сельских поселениях там где избирательный фонд 5 тысяч или 3 тысячи деньги деньги поступают цена во время выборов депутатов районных собраний которые были в 12-м году уже после области я буду покрасить выборы 4,5 миллиона рублей на сейчас я вам скажу сколько шестнадцать муниципальных избирательных компаний одновременно но есть пределы возможности то есть моя позиция заключается в том что региональное отделение региональные политики не должны быть иждивенцами нашей партии у нас есть офис за который сто процентов платит партия за аренду за коммунальные услуги за связь за свет за полу за все этот офис стоит в месяц включая коммунальные расходы 65 тысяч рублей это для Пскова очень большая офис площадью почти 100 метров он оборудован пожарной сигнализацией там есть компьютеры там есть офисная мебель это все вложение в партии мы очень долго стоим в партии то есть чем больше является региональная организация чем больше она работает чем больше у нее депутат чем больше она предпринимает усилий тем она становится дороже вот поэтому я могу сказать вложение яблока до последнего времени составляет 99% всех наших денег но сейчас так невозможно во-первых нужно чтобы хватило всех у нас 76 региональных организаций 76 да не все такие активные как Псковское яблоко но мы не единственные активности нельзя без своего участия идти на выбор мы сейчас сколько можем соберем встретили сегодня я еще тысячу раз всем скажу спасибо мы встретимся еще возможно еще кто-то к нам посоединится я не знаю здесь в Пскове тоже ищет деньги потому что то что здесь можно зайти и оговорить за несколько дней в Пскове на это уходит много времени на намного меньшую сумму поэтому утерянный вес на сервание яблок до 16 до этого года до 16 был 99% все остальное были символические взносы собственно говоря наши собственные собственные деньги вот сейчас нам нужно столько денег что мы не можем отрывать партии которые впереди сейчас огромные федеральные все что нам нужно нам нужно очень много поэтому мы должны в этом участвовать кстати говоря яблок является либеральной партией если точно либеральной социальной что какой либерализм это ответственность это участие мы не соберем вот так вот все это ведь мы отдаем себе отчет мы не соберем так очень много но мы внесем свой вклад расскажу посмотрите мы профинансировали треть нашей предкомпании или половину или две трети но это пример для остальных мы считаем что другие организации тоже должны вносить свой вклад там тоже должны быть политики которые будут приезжать кто-то может быть в Петербург а не в Москву и искать людей кто-то в город в Белорусском допустим бедный город еще на коне области богатый вообще мы бедный регион а есть города где выше уровень жизни и где больше денег где легче собрать эти деньги поэтому вы как это считаете что вы тоже должны для себя работать так микрофон где девушка волшебная которая ловит микрофон я вместо девушки благодарю добрый вечер скажите пожалуйста у меня тоже два вопроса стараюсь уважиться первый будете ли вы баллотироваться в федеральном списке и второй вопрос как вы видите портрет своего избирателя вы как Левш Лосберг и вы как партия яблок можно начну со второй части как случилось что я вступил в партию яблока до создания партии яблок сейчас нечего нет я вам сейчас все расскажу это было июнь 1994 года объединение яблока было создано в январе в январе в январе в январе по всей России возникают самостоятельные общественно-политические областные объединения их было чуть меньше 60 я не помню точную цифру псковское было создано в июне 1994 года у меня партийный стаж в этом году будет 22 года я не знаю уже 33 я надеюсь 22 будет в этом году собственно говоря у меня нет разделения между собой и партией то есть вот как-то сказать что вот здесь лежит голова швоздка а здесь хвост яблока или наоборот вот у меня это не не получится поэтому я могу вам сказать что уровень уровень самой идентификации партийной очень высокий когда в псковской области на обросах общественного мнения после говоря партии после назвать фамилию политика 99% избирателей называют мою фамилию после назвать фамилию политикой представить партию меня никто не пишет это поэтому здесь все уже так срослось что вы не разбили что касается федеральной компании у меня есть большой долг перед исправлением псковской области я буду баллотировать подпуску по одному адаптному псковскому это будет очень тяжелая компания на статье на регион то есть территория выборов областного собрания сто процентов совпадает с этим опытом я буду биться за то что партия по списку получила как можно более высокий результат конечно я буду биться и за победу я понимаю что такой ресурс и там где у меня будет условно евро 10 миллионов рублей у моих компонентов будет 10 миллионов долларов это будет просто разные весовые категории я смогу сказать ребят привет вот где-то на этом месте мои деньги закончатся они могут сказать привет пока вернуться выпить чай кофе посидеть и снять у себя фильм то есть у нас будут разные весовые категории это не означает что их невозможно победить просто трудно что касается общефедеральной команды яблока мы сейчас работаем по сбору этой команды вот вчера на совещании у нас в списке сегодня почти 210 человек а нужно 400 то есть мы перешли по претенденту к середине апреля примерно к середине апреля мы должны дойти до максимального высокого числа 300-350 из этих людей будут отбираться трое пятеро семеро или десять лучших то есть лидеров это будет отбирать вся партия это будет в июне на съезде когда будет выдвигаться кандидат в депутат какая у нас будет общая федеральная часть списка а высоко-то максимум 10 человек от одного до десяти мы будем это обсуждать вот про портрет избиратель портрет избиратель ну конечно у меня есть гениальный ответ на ваш вопрос хотите сначала там гениальный ответ а потом все разбернули это вы вот теперь собственно по аудитории знаете я вернусь вот к этим отчетам депутатов которые объехали всей области встречался с людьми я начинаю говорить я всегда по всему вот так вот глазами повожу по лицу я своих людей вижу знаете как бы я сказал вот не хочу никого обидеть но все равно наши эспираторы это умные лица вот как такое вещи никуда не денешь умные лица это первое здоровье люди у которых я постараюсь это сформулировать есть в глазах интерес то есть есть люди умные но многодушные то есть они просто сканируют окружающие пространства они не включены у них нет эмпатии они не чувствуют себя часть этого пространства куда они пришли вот которые наши люди я чувствую как они включаются у меня в другом случае очень сложный в одном из районов я отчитывался в школе которая работает с трудными детьми и в коллективе была трудная женщина то есть она была это очень очень ну это просто психологический уклад она была очень агрессивна и она постоянно начинала говорить во время выступления а у меня есть правило если говорить собиратель я молчу что бы он ни говорил и вот я вам рассказываю про бюджет про культурное наследие про социальные пособия еще про что-то женщина начинает комментировать ну я понимаю что сейчас будет у нас туалет но это не диалог то есть она просто высказывает мнение это мы так а там сидит не много людей 15-16 то есть это небольшая история а она явно вот такая то есть вот просто ей негде высказаться я я ее понимаю она же не скажет все это родному руководителю как только скажет так все работа закончится а тут приехала как-то груша для битья вот она высказалась раз в пять но шестой раз я чувствую что аудитория начинает собираться и смотреть по ее словам сначала молча а потом соседка мне сказали слушай выйди а ну выйди к тебе и выше и она замолчала вот кто такой сказал слушай выйди это был мой спиральщик потому что он предпринял действие сказать не вышло никуда она замолчала просто ей нужно было чтобы ее остановили свои если бы я ее остановил это было бы хамсом хотя мне было очень трудно потому что у меня все отлажено презентации слайды я стараюсь уложиться во время полчаса для выступления дальше вопросы и ответы то есть там все пощипные чувства слушай я не могу говорить спокойно потому что она недовольна я ей попался в итоге они ее попробуют она в общем вела себя влеча в общем действие должно быть еще у человека некая вот готовность я не знаю ответил ли я полностью на ваш вопрос но вот я к сожалению не живу ну что вам сказать вы знаете на самом деле псковская область тает на глазах это это просто ужас это такая беда я честно скажу я не знаю что с этим делать дело не в кризисе рождаемости вот в городе Великие Луки наша вторая столица из 100 выпускников средних школ а там 15 средних школ это большой город высший областной центр остается на работу в Великих Луках на работу 10 процентов я не знаю что будет этим городом через 25 он стареет у меня жена родом из Великих Лук это для меня очень близкий город я и того нашел вот так получилось не в Пскове а в Великих Лук мы когда приезжаем при родителе я хорошо знаю Великих Лук я хожу по городу и вижу как он стареет на глазах то есть там действие молодое лицо это школьник может быть студент потому что там есть спортивная академия сельхозакадемия экономический институт но они заканчивают учебу и большинство из них уезжает там вот эта вот ветка как в Риге Москва это ветка по которой выпускники музык и школ уезжают в Москву в основном здесь столько Великих Лук просто отсутствие Великих Лук области сделаны Великие Луки не очень известным именем ну вот медленно звучит Псковская область кстати говоря у нас были огромные проблемы с газетой Псковской губернии Великие Луки не читают газеты со словом Псковская это вражеская пресса это просто объединение в 57-м году коммунисты тогда сняли общественный протест тем что 1-й секретарь Апокома КПСС Алексей Иванович Рабаков был назначен из Великих Лук вот 1-й секретарь Великолубского обхова и была такая традиция вот до последних буквально 80-х годов персек Псковского обхова КПСС был из Великих Лук они боялись вот этого абонирования второй столицы потом все уже все уже ушло и все стало в этом смысле совсем печально и помнят до сих пор и когда мы стали выпускать газету гражданин для Великих Лук мы приписываем Великолубский гражданин так хорошо идёт еще раз все все свой свой у нас есть человек который шел на выборы в областное собрание минувшей осенью молодой парнишка Артем Медведев службой заместитель как я тебе говорю работник бюджетной организации академической туры ему не мешает это в городе где, извините человек глубоко криминальный возглавляет всю плату парень идет на выборы он работает в бюджетной организации в городе он заместитель председателя он мой помощник вот с лозунгом завелики он занял третье место он не выиграл он занял третье место в городе очень тяжело вообще что-то получать потому что там просто приезжают работники предприятия по графику избирательная комиссия доставляет график засрочного голосования и поехали автобусы все сейчас по счастью на пустыне не будет до срочного голосования хоть этого не будет вот на областных выборах у нас будет а на пустыне нет там оскрепительное удостоверение и там другая система вот поэтому великолепский патриотизм поэтому решение для великолепных рук отдельно это вот просто если не сделаем нам великолепных рук и не просят вот да пожалуйста я прошу спасибо Лев Маркович в Псковской области еще есть предприятие промышленные предприятия вот Великие Луки сейчас упоминали много говорили о Великих там машиностроительный завод достаточно крупный он весь союз он по-моему сейчас во все работает только он уже не так называется точно если вы вспомните точно как сейчас я вам могу дать подтверждение в каком состоянии ну не суть я о чем хотел сказать дело в том что у нас есть организации которые контролируют наемных работников это так я вас все равно контролирую в действительности это федерация независимых с области численность всех профсоюзов при количестве избирателей 556 тысяч человек численность профсоюзов меньше 100 тысяч всех 16 отраслевой профсоюзов это это реальный это пердом что мы одна из самых сильных областей по доле членов профсоюза в общих населениях то есть чтобы вы понимали это не 90% это в лучшем случае 20-25 а вот интересно так вот значит есть 50-100 ну допустим пятая часть они же все члены фанбер госпросоюза а вот фанбер это про коммунистическую организация была теперь это изменился цвет вклад с красного на синий ну вот здесь это можно кончить у нас три созыва три председателя поверят кто сегодня что кстати говоря было неплохо потому что всем разрешали общаться с профсоюзным активом всем эти люди были один был врач прекрасный детский врач я помню этих лидеров сейчас женщина разговаривающая профсоюз она из Единой России но она избрана депутатом от Единой России она не вступала при этом в партию она прошла по разнарядке соглашения между ФНБ и Единой Россией и когда меня исключалось депутат она публично проголосовала в моем поддержке так что вот это все очень очень по-разному один из первых депутатов который меня поддержал один я на еще одно место очень большой конкурс сейчас очень большой он будет расти со временем скоро будет больше депутатов областного собрания чем те кто за меня голосовал то есть очень много версий я даже не стал искать я походу но она публично она сказала вот с этим я не шучу она показала себя в профсоюзах и мне сказала она еще до этого скандального заседания говорила я буду поставлять зашло то есть всех одной краской нельзя это похвал что один человек вот это самогустелок но организация они все равно выступают на стороне которые вот даже сейчас идет создание вне структуры так называемая конфедерация труда России независимость свободы конечно пересоглашение с КПРФ с Единой Россией официального фактического соглашения понимаете это плохо на выборах так вот яблоко паранас и вообще демократическая оппозиция они по моему более совершенно оставляют вот эту вот науку им я имею ввиду возможность создания свободных профсоюзов профсоюзов не под контролем работа коммунистам дело в том что наши избиратели работники они сами не красные тогда там тем же красные понимаете так вот я думаю что здесь большой резерв и в том числе и у вас если вы затроните тему создания профсоюза работников не под контролем работа как на западе тем чтобы приемные работники могли перебиваться повышение зарплат в соответствии с ростом цен это очень серьезная ситуация должна ли политическая партия создавать или участвовать в создании независимых профсоюзов с точки зрения помощи профсоюзов создание пропартийных профсоюзов это немного на мой взгляд опасная штука потому что встанет вопрос о политической лояльности людей партии которые у нас большая проблема с профсоюзным движением в стране вы совершенно правы профсоюзы по сути и должны быть отраслевыми это верно как идея но такое небольшое число работников особенно в небольших регионах Русской области создать два профсоюза работников машиностроения невозможно ввиду отсутствия машиностроения достаточного количества два профсоюза работников здравоохранения теоретически можно только во втором будут сотрудники частной медицины то есть это стоматологи называемые своими именами массажисты физкультурки кто-то еще работники государственных учреждений знают в каком профсоюзе они должны состоять то есть создание альтернативы идет через частного собственника и частного работодателя ежели он понимает важность профсоюзного движения а вот это большая проблема как вы понимаете частный собственник в большинстве случаев на любой профсоюз любой хоть государственный хоть приятный независимый смотрит как на угрозу в том числе свою доход вот культура профсоюзного движения сейчас вновь нас полевому достал капитализм он государственный косой очень я бы сказал специфический но это капитализм и отношение к профсоюзам должно поддерживать государство воспитываться вот политики на независимые профсоюзы российское государство не ведет я могу подтвердить важно что вы сказали как это сделать сейчас может быть может быть над этим нужно подумать как я не исключаю какой профсоюз может помочь организовать яблок я не знаю потому что вы же со всеми сделать профсоюз образования скажем все все пошли учителям медицину не сделали сделаешь здравоохранение встанет культура дальше пойдет промышленность дальше торговля то есть институция независимых профсоюзов это саморганизация граждан если есть кому помогать партия сможет помочь но взять и стать организатором конкретного отраслевого профсоюза вот я допустим задумываюсь какого вот для меня это очевидное решение но этим этим нужно заниматься то есть если есть независимый профсоюз желающий получить помощь пальцем нужно помогать то есть комнат нашего областного областного показывает не все одинаково они тоже начинают чувствовать температуру во всяком случае митинги по заработной плате мы проводили вместе как только бюджет очередная нормативка очередное снижение они меня пускали на все митинги везде было яблоко всегда независимо то что там кто еще выступал никогда не сказали ни того цвета парфейный фланг никогда такого не было у вас еще два а можно мы сейчас еще спросим у кого есть вопросы кроме Юлии потому что нужно как-то чередовать у вас да давайте я вам свой отдам я хочу выросить возвещение вами ну мы все наверное тут присутствуют и очень приятно смотреть на то что вы делаете у себя очень хотелось бы чтобы это вышло на какой-то федеральный уровень вот значит у меня будет два вопроса один коротенький буквально на одно слово и если какой-нибудь шанс на то что на выбор мы увидим не две демократические партии а одну хоть шанс какой-то есть три три пациента спасибо второй вопрос у меня гораздо более обширный и он вот понимаете это замечательно то что вы делаете во вскоре замечательно пройти в госдуму там чтобы у нас у демократического фланга оказалось скажем десять депутатов но совершенно понятно что это не сделает никакой вопрос в стране проблемы совершенно на другом уровне и тут надо посетировать Навального жалостно на трубы не спрыгнет вот соответственно вот лично я вижу только один вариант того какое может быть изменение это в какой-то момент по каким-либо причинам те кто там у нас наверху сидят решать что всё хватит сядут на самолёт и куда-то улетят добровольно они очевидно не уйдут после этого я вижу опять же только одно вот все мы тут присутствующие те кто думают примерно так же как мы не имеют никаких шансов потому что тогда ну есть у нас густированные Магадишу условно говоря будут бегать по улицам с автоматами выиграть тот у кого больше сил это можно было в некотором виде уже наблюдать вот если помните в девнадцатом году после 6 мая был покупай абай и вот там ходили вместе совершенно разные силы вот тут скажем я я тут чирикова тут дольцова гуляет уже странно но в стороне гуляет товарищ голову и и совершенно четко видно если сейчас вот они объединились как только они при не все могли видеть то что произойдет после если это произойдет или вы считаете что возможно другой более гладкий сценарий перехода власти от тех кто сейчас сидит кому-то еще когда-то были специалисты общественного знания которые выступали с лекциями комиссионного положения у меня сейчас возникло ощущение что мне нужно как-то так ответить чтобы не провалиться в лекцию международного положения смотрите какая вещь вообще есть три сценария развития ситуации любой в нашей стране все сценарии подпадут как три основные первый это условный дворцевый переворот когда избавляется от наиболее опасной чтобы сохранить себя как класс вот это бывает очень радикально сценарий когда элита не договаривается о том кто смеет либо кто кто сидит на троне и хочет уходить когда появляется сценарий так называемого подслежника вот русская история это несколько раз будет еще один сценарий это сценарий который сейчас очень любят упоминать это сценарий революции то есть люди поддерживающие этот сценарий считают что некая очистительная сила народного гнева будет достаточной для того чтобы сменить власти системы и есть такой сценарий как честный выбор есть еще сценарий долгого-долгого гниения пока не закончится нефть но когда закончится нефть все равно один из двух сценарий двадцатого переворот революции вот могу сказать сценарий двадцатого переворота о котором многие мечтают это по сути смешанные сценарии 85-го года это приход власти и дальнейшей демократии все но там был приход по естественным причинам потому как три года каждый год умирали агенции и назначать еще раз четвертого в таком же возрасте было невозможно но выяснилось что общество не выстрадало эти перемены и ситуацию не смогли удержать по ситуации с революцией даже если считать август 91-го года относительно революцией там вы помните о Москве это революция была реакцией на что контрреволюция решила революции потому что путь 19 августа был ответом на уклозу подписания 20 августа нового гороскопа соглашения которые в том числе которые должны были переформатировать спросьбы советского союза и перейти более продвинутыми и медицинской госпособности при котором советская теряла огромную часть своей власти и вот путь предупредительным выстрелом бомбой взорвали весь советский союз они разрушились после этого ему уже было невозможно скрепить вообще ничего и выяснилось что если у революции нет программы содержательной созидательной действий она заканчивается приходом к власти людей худших чем вообще можно было себе представить потому что я сам помню какое это было счастье 22 даже вечер 21 это была эйфория немыслимого уровня то есть 19 августа утром восемь утра меня раз поделал помочь включила радио и сказала в понедельник слушай что говорят все же советские люди мы понимали что означает голос по телевизору и вышившие за этим газеты от государственного комитета по чрезвычайному положению у нас день областного ГТРК увидев это со страху и и не появлялся вообще пока не закончилось 22 оказалось что настало свобода настоящая и через два месяца стало понятно что ничего не настало потому что люди которые оказались власти они к ней по сути не пришли они не знали что делать и все закончилось января 1992 года у нас нет собственности у нас вообще собственная ничего потому что у людей закончилось все у всех людей были сбережения я работал в спецвучилище воспитательном трудных подростков нам платили коэффициент 25 за службу я работал на полтора здания я получал 267 рублей это немысливая идея немысливая для университета это была зарплата я не знаю что это состаживание с профессорским счетчиком у меня лежало на книжке у нас случилась беда в здании в дежуре ребята воспитательники умерли молодые 40 лет а вот городом русский многие сечни и с ним только сестра приехала попрощаться потом его забыли и он умер в 89-м году а в 90-м нужно было ставить память и в нашем коллективе работало 270 человек и люди не стали скидываться на память а я буду верен что все скидки уже работают рядом с нами с трудными детьми прямо на рабочей площади а я уже сказал памятник пускай расставал эскиз потому что мы служили в одном доме это было служебное общежитие и мы жили в соседней комнате и никто не стал сдавать деньги я все книжки с ней не снял и запахнул за этот памятник в 90-м году и через несколько месяцев все обессонет у них все памятник стоит до сих пор вот до сих пор потому что просто власть вообще не понимала что она будет делать вообще не понимала поэтому ситуация с настолько всем я не знаю неприятными очень мы никак не можем поверить что честный выбор взросл помните что было в кодж сели за кругом стол и сказали военединиться на нации честный выбор это у нас выходит настоящая демократия у нас такие пока и это оказалось не опасно васневский оказался не опасен для больших а у них потом пришел совершенно правы а потом ушел пуск пришел качинский и у них это все меняется понимаете у нас проблема заключается в том что вот эти культуры понимания что для них для всех включая тех кто хочет улететь этих самолетов не хватит они уже консайвер полностью разрушены еще участие компании у нас в Пскуфабе мы летаем в Москву я после времени перестал пользоваться самолетом два раза летал первое задержанное военнопорку шесть часов второе десять часов а поезд на Москве идёт двенадцать я решила сказать больше не буду летать на Пскуфабе ни потому что там самолеты 75-го года выпуска перекрашены из военных А-24 а потому что мне надоело сидеть в аэропорту и ждать когда оно вылетит а потом постоянно там что-то происходит военный полос подключен от электричества начинает ковыряться от пленки обещают 30 минут в варианте 4 часа а взлетно-посадочная полоса она военная вот самолетов не хватит не хватит это им кажется что они летят нужно всячески объяснять что если вы не хотите крови если вы не хотите без предела единственный выход для всех в том числе для них это честное мнение и пока они это не поймут они этого пока не понимают не понимают но они стараются сделать вид что они об этом думают Галла Александра Памфилова назначена будет будет председателем цикла я лично знаю Галла Александра она еще хорошая женщина я совершенно не могу себе представить что она будет делать когда вся система избирательной комиссии начнет выполнять приказ о простификации выборов что сделает Галла Александра Памфилова для меня за данным то есть одно из двух первых не делается в сторону второе собрание всех этих волков они все на местах все никого не сменили и сказать мальчики девочки вы что это же нехорошо что вы это же неправильно это не знаю я не знаю что она будет делать но это какое-то движение вот чуть-чуть пятый понимаете насколько все-таки в правильную сторону потому что угроза это огромная посмотрите кто мог угадать двое суток назад что Владимир Владимирович позвонит пророку Павловичу и скажет ему что он решил вывести войска из феррии вот кто знает что произошло ни у кого нет места все газеты пытаются подумать о чем они говорили вообще о курсе рубля о курсе нефти еще о чем-то о чем они говорили а стало понятно что это тупик все говорили с самого начала те кто понимал что это тупик нельзя мало того что людей положите деньги погубите это тупик как таковой 8 часов назад и что об этом не говорили то есть я надеюсь только на то в какой-то момент это мистическая вещь на самом деле это не написано в законе этого нигде нет какое-то чувство самосохранения если они всех детей в руках и правлаков в Ниццу тогда понятно что Ницца на том же узкая то есть отцом-то все убегут туда а оттуда они уже никуда не бегут потому что там собственность ну это же мозг опасно для них тоже будем вообще с людьми такого вот типа общаться не приходилось то есть у меня нет опыт общения с условно говоря условно нашим московским кремлемом будем называть но если бы такое общение случилось я бы сказал вы жить хотите здесь и там а здесь очевидно не хотят у меня есть предположение что хотят потому что там Венедиктову позоветовать ну что Венедиктову заветовать он он общается он общается он общается но воспитывать Алексея Алексеевича я не буду что ему спрашивать у Коварища Володина я ему советую пусть он сбросит сам ему наверное виднее то есть понимаете должно быть какое-то чувство под национальным самостоятельно в сторону именно в сторону честных выборов кто победит на честных выборах это может быть большим сюрпризом для страха очень большим то есть когда общество 25 лет насилов нечестными выборами отсутствие свободы слова отсутствие судов отсутствие защиты собственности все вот эти чтобы выбросить на время внезапных свободных судов сказать сложно но не проводить их нельзя что-то получат мы что-то получат националисты что-то получат очень много получат коммунисты знаете почему польша теперь получила прилив от коммунизма потому что после Квасневского они уже больше не хотят то есть сигналы за него проголосовать спокойно он оказался неэффективным госуправляемцем он верный хотя больше левая страна но он слишком левый для польши потому что там основы жизни это крестьянство и католичество это посреди консервативное государство оно для леваков не очень но они посмотрели сказали все таки мы двигаемся нам может грозить все что угодно нам может грозить все что угодно потому что в конце 19 начале 20 века мы начали строить парламентскую республику точнее конституционную монахию Россия шла в эту сторону она почти пришла но первая мировая война до этого русско-японская все разломали вообще как только наша власть начинает ввести войну это запах возможного возможного государства они пытаются залечить внутренние проблемы и усугубляют это отмечать я не могу вам сказать что сейчас понятные версии развития я не знаю как пройдут выборы в 18-м году то есть они обнаглеют больше чем в 11-м году во что я больше верю кстати то есть я пока не вижу соответствования каких-то правой разумности либо у них что-то включится вот это неопределенность нужно обязательно сохранять вот эту демократическую альтернативу показывать что она есть вот понимаете мы должны постоянно подтверждать что мы существуем как возможность под такой формой жизни государства вот идти по его пути я не могу еще сказать про господину для того потому что у меня есть предположение что это очень хорошо спланированная политическая компания в случае близко к власти находящимся режиссерам которая вышла из контроля в какой-то момент то есть они это все в колбочке выращивали и думали что этот дракончик так будет жить всю жизнь вот в этой стекляшке а так не бывает оно взяло и вылупилось и все и теперь летает они пытаются с ним что-то делать и такого очень много так снова июля один вопрос вы можно поднять руки у кого еще есть вопросы вы понимали масштаб вижу частные профсоюзы какую-то новую вещь вижу неюлю не помню какой-то вопрос есть еще кто-то нет да а вы давайте отдаем и вы тогда можно по социальной спорте сначала кто не задавал ни одного вопроса да спасибо собственно говоря ну часть больше рассказали но все-таки по поводу выборов двойной вопрос вот то когда вы достойно выступили по Украине после этого вас вышибли из собрания а собственно говоря то что теперь участие в федеральных выборах во многом легитимизирует принятие Крыма вот оно для вас как противоречия возникает нет просто интересно и вторая часть вопроса уже по собственно дальнейшему насколько ну собственно говоря региональная составляющая в нашей стране возможно возможно ли реализоваться скажем так региональным патриотическим проектом десяти лет назад то что десять лет назад когда был первый кризис федеральной политики во всех регионах побеждали региональные блоки сегодня я не знаю возможно ли вообще блоки у нас региональных но в принципе региональная повестка повестка того что как бы москва уничтожает всю остальную страну вывозят даже не являясь субъектом транзитом офшора для обамы голубников по сути говоря о чем бы Анастасия Кириленко написала что это за люди да во сколько возможно подъем региональный или ну как бы учитывая что вымирает страна то есть расистная война может тогда можно признать что все кончено или он кинофильм победил спасибо вас пока вы меня Игорь Игорь да Игорь вы задали ключевой вопрос российской политики является российской федерацией федерацией сегодня не является мы построили ну мы они построили унитарное государство даже при Гельцине был федерализм он старался вести региональный патриотизм в любой федерации является движущей силой всей региональной политики Великобритания будучи объединенным королевством вся даже армия держится на региональном патриотизме Шотландия это все культура она заходит до фантастических уровней ситуация с Каталонией высыпания каталонский язык каталонский каталонские флаги по полку скажи что-нибудь без федерализма в том числе бюджетному налоговому федерализму полномочий страну не вытащить это невозможно реформа федерации это первейшая вещь которую нужно делать потому что сегодня я могу вам сказать как человек почти четыре года отработавший депутат это расходные обязательства субъекты федерации превышают их доходы примерно в три раза то есть если посчитать честный расходный бюджет псковской области это будет 75 миллиардов рублей в год чтобы на все хватило доходов 25 миллиардов вот результат того что сейчас происходит на мой взгляд второе дыхание федерализма возможно только при изменении всей системы власти в стране президентская республика никогда не позволит нормальный федерализм просто это невозможно потому что это империя это новость моей державы мне кажется если бы сейчас была возможность сменить костюмчик и одеть вот эту вещь сверху они бы нашли но все таки исключить исключить скажем пытаются но это это следственное вот тут он вышел в том же город правильный но не из синего вот что касается первой части вопроса еще раз то федерализм я просто просто одной 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 фразой буквально сейчас по поводу Крыма то есть вопрос смотрите какая речь в моем понимании эта ситуация с точки зрения законодательства имеет следующее единственное на территории Российской Федерации возможно создание региональных групп из нескольких субъектов Крым и Севастополь прилегают к такому маленькому субъекту как к Роснодарскому соответственно они к нему присоединяются и они будут в составе неизбежно одной из региональных правительств соответственно для это будет колоссальная по размеру там получается 8 миллионов это немыслимо то есть это вот что-то исключительное мы сейчас думаем над этим я считаю это будет еще отдельное решение партии что мандатников выдвигать нельзя то есть людей претендующих на мажоритарные мандаты в Севастополе и в Крыму от яблока быть не должны у нас там до сих пор нет региональных отделений мы принципиально не создаем противные структуры на территории иностранного государства потому что Крыма нативно но не включить в Крым и Севастополь региональную группу мы не имеем права иначе наш список не будет зарегистрирован нам нужно это просто открыть и прямо сказать народу во то и участие в котором понимают что Крым не наш уважаемые граждане мы участвуем в выборах для нас в том числе я уверен и в Крыму и в Севастополе будут наши избиратели там живут граждане России за права которых мы должны бороться то есть понимаете политическое признание аннексии Крыма не может означать отказ от защиты прав людей живущих в Крыму и Севастополе вот такая тема нужно прямо сказать всем кто понимает что произошло государственное преступление мы включаем эти два студента федерации в отдельную избирательную территорию и идем на выборы там будет региональная группа с человеком который будет представлять эти интересы другого выхода нет иначе партия не примет участие в выборах вообще это это единственный возможный выход это не является легитимацией аннексии Крыма и Севастополя могу сказать почему могу сказать почему потому что есть наша позиция вот у нас был конкретный совершенно момент в основном собрании депутатов когда федеральный конституционный закон выносится на одобрение всех субъектов федерации и две трети решения должно быть собран за этот федеральный закон депутат я голосовал против изменений у меня у нас у нас три фракции на всю страну 11 депутатов мы не можем определить государственные решения если мы сейчас скажем что из-за того что мы обязаны включать незаконно анонсированные территории анонсированные анонсированные в свою избирательную территорию когда мы не примем участие в выборах я не считаю что так можно делать то есть нельзя нельзя отдавать нельзя их оставлять без выбора они пойдут на выборы большая часть из них может быть вы не пойдете лично но большая часть из них пойдет и будет кого-то искать и потом скажут граждане выбирают парламент и в этом парламенте будут 4 5 или 6 фракций и это все будут фракции Крым наш понимаете должна быть хотя бы одна фракция которая будучи представителем гражданам Государственного Думы открыто будет говорить Крым не наш и столько поскольку они будут нас вынуждены слушать столько мы это будем повторять что воровать тушьву и землю нельзя тушьву собственно забирать нельзя вот нельзя и все даже если мы там жили на самом деле знаете кто чемпионы олимпийский пикер по обладанию Крымом кто больше всех им владел скифы скифы все вы сказали девушка все золотая беда скифы все хотите по правильности возвращать из Кирова давайте им вторая по очереди вторая по очереди вторая по очереди Да потому что это единственное место где они могут восстановить свою государственность у них нет больше государственной государственной территории их выселили откуда они были там национальным большинством то есть хотите восстановить справедливость давайте вспомним всю мировую историю начнем со скифов чтобы никого не было видно если не удастся найти не удастся будем искать искать есть золото скифов в орбитаже в подвале кто был тут знает там такие фантастические изделия это изумительно вот если скифов кроме золота найти не удастся дальше но это невозможно это в принципе невозможно объявлять актом справедливости вообще нет справедливых границ забудьте их нет их не может быть вообще так еще вот рядом с вами есть предложение примерно немного я очень коротко держа санчего курсу упомянули больше это все началось с профсоюза забастовки а власти режим столкнулись с тем что даже если они всех перестреляют они не могут солдата поставить станку и они вынуждены у нас к сожалению все партии вся оппозиция оторвана от производства мы не можем предприятие я поэтому это изначально задал вопрос привлечь внимание давайте туда ориентируемся вы меня очень серьезно подвинули в сторону раздумий общероссийской политической стачки для чего нужны независимые профсоюзы я понял вашу идею я понял вот я буду думать я совершенно серьезно у вас был вопрос я хочу присоединиться к словам товарища который выразил вам в нашем по-моему не работает наше восхищение потому что чувствительного я я первый раз осознал когда вы выступили по поводу этого закона против усыновления ну и потом столько вот это было наверное первое уже совсем такое античеловеческое действие нашей власти и потом конечно я дальше уже было хуже и хуже и очень наверное два вопроса все таки все я до сих пор не могу понять ну как вы правильно говорили у меня родина была достаточно уважаемого человека вот что ведь эти люди ничего не теряли если бы они не посадили в эту тюрьму наверное это не два вопроса может быть у вас есть какие-то объяснения и второе я бы хотела спросить у вас вы очень много делаете очень и очень много переносите я уж не говорю о том что несправедливости вот после вашего исключения депутатов мы заканчиваем физической расправой я слушаю нам обычным людям которые все это не очень касается кроме как морально трудно вот там трудно сейчас жить трудно душно странно вот я хотела спросить как вы находите силы вы извините если хороший вопрос на самом деле как мне кажется человек находит силы занимаясь тем что он хочет делать есть добрая воля изнутри собственное желание заниматься это не против шерсти вот то чем я занимаюсь я себя им не заставляю то есть я это делаю добровольно вот в самом буквальном смысле слова подобра и воля собственно вот и потом я вообще чувствую его аппаратную связь так как это сейчас называется я понимаю кто вокруг мне очень много пишут я не всегда успеваю читать и отвечать если что-то происходит то потом контакт на фейсбук два месяца не расплатит сообщение вот или там звонки смс но вообще это не безвоздушная пространство то есть вот в твоем понимании у нас есть отношения у нас у всех и в этом зале и с пределами этого зала и они чувствуются в них есть силы в этом есть электричество скажем так по этим невидимым проводам ходит электричество вот мы у нас тут есть электростанции генераторы и все остальные передающие устройства поэтому я думаю что вот это это поддержим поддержим вот спасибо ой Юля я начинаю бояться и потом слово Игорь давайте у меня еще два простых вопроса один такой если у яплата шансов искусство будет выше чем у остальных ну во многих во всяком случае ну что так скорее всего будете ли вы использовать какие-то дополнительные силы для обеспечения отсутствия классификации на выборах у вас то есть наверняка искусств их не хватит для того чтобы закрыть все участки или хватит или может быть москвичей будут призвать первый вопрос а второй вопрос такой вы сказали что за список федеральные тысячи человек будут голосовать все яблоко съезд съезд а нет ли возможности какой-то поучаствовать в этом ряду к членам вот например ну в смысле была же идея какая чтобы каким-то образом устроить вопрос всех членов яблока ну разговоры такие например когда избирали председателя яблок почему спросили всех почему спросили кто 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 ячейки яблок 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 это все выражение общественного мнения я считаю что общество свободно чтобы это делать прямой общепартийный вопрос у нас не практиковался я не могу вам сейчас сказать на память есть ли он вставе есть ли такая процедура вопрос членов партии наверное это может быть проведено мы пока что к обсуждению общефедеральной части списка не приступали мы собираем большую команду нам нужен целый полк в политическом плане полк и где то наверное с апреля мы приступим к обсуждению вариантов этого решения я уверен что у нас есть и будет дискуссия и у каждого из вариантов есть свои плюсы и свои минусы ведь на самом деле это четыре варианта вот если вот так посмотреть по главе списка может быть даже один человек по главе списка может быть тройка потому что тройка в каждом бюллетене по главе списка может быть десятка закон разрешения а еще может быть от четырех до девяти и это все законно и под каждую концепцию можно подвести ряд фамилий и конкретные варианты у каждого есть свой подход я надеюсь что мы придем к такому подходу который будет представить наши избирательные разные избиратели вот я на это надеюсь для этого есть дискуссия она будет кстати говоря вам никто не мешает участвовать в этой дискуссии вот любому человеку члену партии не члену партии это открытая свобода у нас неизвестна ситуация когда член партии не мог высказать свое мнение а новогодность под этим мнением большинства да чтобы было невозможно высказать на самом деле опрос это как опрос вот сплошной опросуем все 28 тысяч членов партии или опросим каждого пятого или еще как-то все 20 конференции сначала конференции избирали делегат но какие-то основные вопросы я могу сказать у нас есть ситуации когда конференция поручала делегатам голосовать определенным образом в том числе на кучу председателя они голосовали и нашим делегатам согласно уставу и закону они имеют на это право то есть делегат является самостоятельным даже как депутат избранного депутатского собрания лично принимает решения я понял вашу мысль на самом деле я не вижу никаких противающих если партия так решит если бюро или правительный комитет принимает решение давайте проведем вопрос он будет проведем вот у нас был съезд все делегаты съезда получили ангелы и отвечали как вам понравился не понравился съезд что было лучше что хуже что удачно что неудачно вчера на совещании показали результаты этого вопроса 100 делегатов съезда думают про съезд мы увидели обратную связь как люди все это увидели и выразили свою жизнь поэтому на мой взгляд все возможно я скажу как не вижу препятствий Игорь еще раз об наблюдателях слушайте я забыл ситуация такая в Схозской области мы парламентская партия у нас все 600 избирательных участков с членами комиссии с правом решающего голоса то есть у нас покрытие 98% но мы всегда ищем членов комиссии с совещанником голоса и наблюдателя сложнее всего их искать в сельском месте нам приходит искать людей в райцах искать в машину чтобы они доехали до участка потому что есть особенно самого селяна на свой участок наблюдателя там все свои там будет сказано слушайте все равно мы договоримся мы не мешаем они все вместе от одной последней коровы могут быть ну вот понимаете там есть противоречия между годовым планом жизни и необходимость вести частности заодно мы смотрим на ситуацию везде стараемся найти людей мы первая задача отражение агитации первая задача формирование всей контрольной сети вот пока ее не создали считаю что выбором не готов теперь будем так потому что последнего дня уже нет когда в субботу можно было где-нибудь тишины вышукать по наблюдателям там развести поставить все его отняли у всех я еще не исключаю что сейчас Единая Россия начинает пугаться сама на себя она же сначала делает потом думает как обычно Игорь да да спасибо вот то что сейчас я буду по сути популярные регионы северо-запад это как раз показатель причем все три региона самые возможно тяжелые учитывая что губернаторы там либо православный сумасшедший образ поэтому как раз показатель что именно там выживаете выживаете тяжело история с Поповым очень некрасивая вот и история у вас очень тяжелая но все таки вот в реальности скажем так в реальности не только там потому что я в завтра России всегда был демократически ориентирован если посмотреть на все выборы но в реальности вообще подскрешение скажем так регионов капитаковых жизни там что граждане смогут стать там гражданами а не окончательно в живом вы в это верите в реальность этого и второе то что вы отвечали о реальность выборов вы говорите Элла Панфилова а что Элла Панфилова выступила честно по поводу войны в Чечне вместе с Аллахскими матерями был Блок Гуров Манфилова а потом она была кандидатом президента потом она конвертировала в милую должность синякура сидела при Путине много лет в совет по правам человека молчала либо очень незаметно наступало самое тяжелое время раз в год наверное то и событий уже к сожалению не помню она ушла собственно говоря на должности полномочного права да 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 это получается она занимает тем же самым и вы думаете что человек который 15 лет занимался одним и тем же при Владимире Владимировиче он как-то что изменит позицию вдруг с чего то есть по сути получается интересная вещь вегетимизация существует красиво моральное лицо при этом то что вы сделали по поводу Крыма вы сделали поступок гражданский а теперь ради выборов которым не дадут фракцию по сути ну Крыма нет если вы верите в реальность того что Крыма может дать голос кому-то кто серьезному противостоит ну прекрасно если вы это честно верите вот в этом вопрос вы верите в это что это возможно что они дадут вам потому что если получишь обор пройдет а морально если уже потеряно то ради чего тогда стараться получается история уже не поступок а партия компромиссов партия двойного лица и так далее вот вы вы настоящий регионалист настоящий таких наверно 1 000 человек это великое дело вас наверное были хорошие дворяне не изучали семейные то что у вас у один отвратительный революция и один невероятный это честный выбор я считаю что нужно верить невероятный сценарий потому что все остальные существенно хуже ну просто совсем плохие совсем ужасно когда в одиннадцатом году мы вот как это колонны пошли на выборы социологи губернатора давали нам от полутора до двух пациентов в связи с чем что губернатор предвкушал комментарии которые должны были прозвучать 5 декабря и как это что-то пошло не так понимаете у них что-то пошло не так они поняли что мы проходим где-то за две недели мы собирали подписи в Москве приходилось слышать что невозможно собрать честную подпись а у нас не было и мы засиделись на старте у нас были проблемы с формированием списка чтобы все региональные группы сформировать мы выкинулись 10 октября это было безумно поздно у нас на сбор подписей включая задачу выигрывал было семь дней 7 нужно было собрать идеальные 13 половину тысяч мы собрали всю команду разделили собрали соседом мы за 6 дней собрались выше 15 тысяч последние три папки мы сшивали на глазах избирательной комиссии которая позеленела пока я был момент я помню до сих пор то есть мы с нашему без 26 входим в здание несем в четыре руки эти все бабки и несет стопку вот буквально кровь из-под сердца где листы непрошитые ну то что прошита пусть посчитается остается дальше стопка и вот на виду все эти замечательные компании которые собственно уже готовы запустить за наше отсутствие я начинаю перепирать лесные отбирали лучшее вот как они все головой водили бои там видят как уплывает то что им хотелось бы чтобы осталось остается тоже позже ты не хотелось чтобы осталось я это помню до сих пор мы закончили до часа в 9 вечера когда все было почитано процентов практик летал около 16 сотых первое место по россии по качеству собранных подписей и там были в том числе подписи селян селян то есть не нужно говорить что невозможно честные подписи за месяц за шесть дней собрали просто дикий форс-мажор и когда мы эту штуку преодолели мы поняли они нас не становятся то есть мы знали что мы пройдем мы были уверены мы говорили всем я последний теле эфире это было 1 декабря я сказал я сообщаю всем жителям Псковской области через 3 дня Псковской области появятся фракции в первых в истории в законодательном собрании и вы ее увидите и все ничего было невозможно сделать мы просто шли уже с горы что будет сейчас они нас тогда не ждали а теперь они нас ждут они ждут нас так что я даже не могу себе представить я могу представить что они будут сейчас выговорять поэтому у нас есть принципиальный вопрос понимаете то есть отдавать им это поле боя без боя мы не будем то есть если им нужно истечь как это хотя чтобы мы истекли кровью то они вместе с нами вот вот такая ситуация это это нельзя отдавать если мы отдаем все нет шанса ни на какой замок то есть когда выбор между подсвечником и дубиной вот либо такой вот ну вот все поэтому я верю потому что вот все остальное уже последний вот 22 это некая отсечка после которой начинается детское время заканчивается начинается взрослого скажите пожалуйста вот вы сказали что вы у вас есть силы потому что вам еще и нравится этим заниматься а вот представим что все сложилось так как вы хотите свободные выборы приличные люди прошли в парламент и президент приличный нормальный человек какой-то такой вы видите россию тогда нашу страну по повозри в будущем серьезно какие-то такие конкретные моменты вы представляете знаете я вам скажу что нужно сделать вот если такое счастье настало нужно сделать первым нужно обратиться ко всем людям кто отсюда сбежал по разным причинам уехал прислушать людям нам будет очень тяжело возвращайтесь пожалуйста все кто может миллион людей потому что не может смотреть это первое второе нужно будет сразу подумать о детях всех то есть нужно что-то сделать для самых маленьких вообще то есть в области земли подход к системе детства детским садам детскому здравоохранению у нас сейчас поскольку осталось полтора родильных дома то есть от места жительства то место рождения ребенка мама ездит сотни километров и все остальные дома закрыты то есть мы должны просто начать сначала объяснить народу ты будешь возрождаться мы будем помогать нужно чтобы люди перестали смотреть вниз с потухшими глазами вот как узнаешь любом международном праве порту я помню когда он плакал крокодильными слезами Спасибо большое всем, кто пришел на встречу. Если кто-то еще не записался или не реализовался прекрасное намерение помочь ему Марковичу, мы все еще там, встречаем вас на выходе и ждем. Спасибо вам большое. Большое спасибо. 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 Спасибо.